Всем доброго времени суток, вместо Вангард, мы продолжаем играть в Рейджин Луп. С удовольствием сообщаю вам, что мы так и пережили ночь, еще скорее всего и выспали, что самое прекрасное. А значит уже готовы разваливать волочков на грядущем пире, куда уверенно нас уже должны допустить. В конце концов мы тоже теперь настоящие жители Ясумизу. Шишинары покушали, тарелочки пособирали, что еще нужно. Без всяких сомнений Харуаки открыл дверь, и конечно же там был туман. В последний раз первой, кто пришла, знали было Чи Эми, это было позже, чем сейчас. Должен ли я ждать перед тем, как что-то сделаю? Да погнали! Перезагрузимся, если что. Нет, это был шанс знать что-то, что я не узнал в последний раз, и не мог позволить себе упустить эту возможность. Ясумизу был до жуткого молчалив. Я ничего не видел, все мое тело было покрыто холодным туманом, и я был совсем один. Это напомнило мне о том, как я буждал по бесконечному побережью перед смертью. Приятное осминание, дерьмо. Люди отчаивались, когда они были холодны, голодны, одиноки, едва могли видеть. Так, ну я надеюсь... Нет, мы не покушали толком, надо было позавтракать уже быстренько. Это было неизбежно, и не было чем-то, против чего я мог победить. Мне нужно было найти кого-то сейчас же. Кто здесь? О, вот и дед. Ну, с таким мощным союзником нам точно этим утром бояться нечего. Внезапно я слышал злой крик неподалеку. Я деревенел, и затем... Ты... Ранняя пташка. Канзо Макишимаши вышел из тумана с ружьем в руке. Если нот его, холод, видно, не тревожит. Не стесняется он вообще нам показывать свое декольте. Только проснулся. Да, ничего особенного не произошло. Видел свой живот. А? Стража проявляется на животе. Блин, дед сразу начал пробивать меня на наличие стража. Подозрительно. Ах, да. Чеми нужно было сказать... Чеми рассказывал мне это в последний раз. Также упоминал что-то о том, что Мейка не смогла прочесть это. Не разобрал кто на... Иди и посмотри. Если вы так говорите. Если я так, будто я не знал, о чем он говорит, я вернулся в хижину. Так. Блин, может у нас какая-то роль будет? Черт, это было близко. Не даже не считаю возможности, что у меня будет страж. Ну, это было мало. Вероятно, проверю, что победится. И тут, и тут, и тут. Я поднял мою рубашку, открыл мой живот. О, гадам сан. И что же там? Это что за херня? Это, блин, как интерпретировать? Что я такое? Хоже на какую-то гусеницу. Раздавленную. Блин, ну эти три прорези, как будто от каких-то коктей. Может я и есть главный волчара? Что я видел, чуть не заставил меня завизжать. Я даже не заметил это. Я и не осознавал, что было что-то подобное на моем теле. Классная татушка на машина я сделал вечерами. Совсем бесплатно и не больно. Вот. Потом мы еще купола набьем. Интересно, в японской тюрьме за такую боку спросить будем, надеяться, что нет. Ну, все-таки Харуаки японец все иероглифы понимает. Не как у нас, где набивают какой-нибудь холодильник второсортной свежести иероглифами себе на самом видном месте. В любом случае, планируется на красной жидкостью, скорее всего, кровью. И это не походило ни на что, что я видел раньше. Блин, нам нужен какой-то переводчик, похоже. Вот эти зловещие тексты, может пояснение нашей обилки. Не нужно зеркало. Нет, я с ним ухода. Селфач, так сказать. Потом можно будет еще и скинуть кому-нибудь свой мощный пресс. Я не уверен, что здесь какой-то с телефона. Чьи, наверное, есть у школьников. После небольших попыток я наконец прочел, что там говорилось. З-А в руках. О, я змей! Я главный, я змея в этом курятнике. Теперь главное, чтобы никому не захотелось подушить удава. Потому что теряет ли нас опасность. Как же мы сейчас будем проверочки делать высокоинтеллектуальные, надеюсь. Ладно, наверняка ничего не идут выбрать. Чисти и очищай, или умри. Найди и прячься Йоми. Блин, как круто. Я всегда хотел быть именно шерифом. Так это метка была змея. Длиннозмен, конечно, не сильно походила. Тут явно говорилось в дозорной башне. Описание казалось верным изначальному источнику. На нем была определена аура. Найди бродящего Йоми. Роль змеи была скотями бита. Очисти и очисти, или умри. Двойной очищение. Как у мистера Пропера. Блин, тут было все очень прямолинейно, да. В конце случаев это означало, что Порща заберет меня, если я не смою ее. Я быстро сел мокрое полотенце и смыл это жуткое предупреждение. Эх, все. Татушка временная оказалась. Даже пахло кровью, но я не знал, чья это была кровь. Если это была кровь животного, то возможно, не было опасно что-то подхватить. Да. Коварный Шинай накинул Йоми бита поганому небольшую инфекцию. Блин, о чем они думали? Кто они-то? Ты к вору Шинай так обращаешься? Вор Шинай вообще не думает. Он просто берет и рисует свои загогулины. В любом случае, змеи всех возможностей. После раз я решил только Куми-сан, но по сути это уже пруф, что все роли поменялись. И нам не обязательно опираться на то, что было раньше. Он быстро раскрыл его. Я предположил, что волки использовали все на пользу. Не-не-не, я не хочу змеям скрываться в первую ночь. Я посижу, попроверяю. В конце концов, змея был единственным способом человека активно подтверждать, кто волк, а кто нет. Вот чисто сейчас, думаю, нас не должны, по идее, убить волки. Потому что мы явно не авторитет пока. Но все, конечно, зависит от нашего поведения в этот день. А вот повесить могут. Ладно, у меня хотя бы есть адвокатики. Молодой приезжий султан времени не терял. Начал собирать гарем, который бы его защищал. Но будет ли он это делать? Как будто должен. Из-за этого мне было даже тяжелее умирать. И как я думал, вчера роли сильно поменялись. Да, в общем, я с вербой имел бы еще тяжелые последствия из-за того, что мы змеи. Не было гарантии, что если на каком-то я сам были волками, нелегко могли оказаться людьми. Тоже касалось всех остальных, я бы лучше верит полагать, что я вернулся к первому шагу в этом плане. Стоп. А как я вообще должен использовать силу змея? Крабуку только говорили, что я был змеем, и мне нужно было смыть. Наверное, надо очень сильно помыслить перед сном, попредставлять там. Кто-нибудь знал? Ну, если бы я спросил, вы, по сути, сказали, что я был змеем. Было ли какое-то объяснение во время первого пира? У меня не было выбора, кроме как верить. Пока что я просто вернусь на площадь. Так, если будет за столетней скрыться, я не скрываюсь. Доброе утро. Я прошу через туман. Покрикиваем сюда, мальчик. Блин, дед, ты явно уже все прочекал заранее. Это сто процентов. Потому что его живот он вообще нам выставил на обозрение без стеснения. На этот раз не было проблем с ним встретиться с Канзасаном. Ты проверил? Да. Ну. Так, я тебе и скажу. Мой разум остановился на секунду. Ну. Что? Ничего, не обращай внимания. Он отвернулся. Был ли это наводящий вопрос? Как дед жестко пробивает? Если было что-то на моем животе, это означало, что у меня был страж. Так, а Волоков, по идее, просто во сне тебе заявляет об этом. Там никто на животе ничего инкриминирующего не рисует, надеюсь. Я тоже навичком, который ничего не знал. Был ли это несправедливо спрашивание об этом? Если бы на самом деле сказали, даже намекнул, что было что-то на моем животе, это могло значить, что у меня был страж. Или сказал, что ничего не было, это могли использовать против меня дальше. Из-за чего я оказался бы не в простой ситуации. Если бы он был Волком, который знал, что несет в себе этот вопрос. С другой стороны, я чувствую, будто он отознал вопрос, что он знал, что это может привести к такому недопониманию. Дерьмо, я бы хотел спросить об этом, но я не мог использовать знание, которого мне не должно было быть. Акишима-сан, верно? Вы уже осмотрелись? Походил на даках по мне. Все в порядке? Один мертвый. Да, гадебица! Ну посадили, всем сказали! Садись в свой уютный домик! Не открывай дверь, спи! Нет, хочу умереть! Ха? Подождите, вы даже потеряли меня. Что происходит? Прекрати звать шум. Я убью тебя. Убью? Он только что реально использовал слово так спокойно? Оставаясь на месте, я не доверяю тебе. Он снова замахнул его винтовкой. И я ничего не знаю. И я ничего не делал. Но мы решим это на перу. Он, конечно, был настойчивым. Таким наседающим. Может, у него не было стража в этот раз. Нет стража, вот и бесится. Это сам не осознать, что я мог лечить и друга, дорогая, ища отличия в их поведении с последнего раза. Да, но проблема в том, что человек, у которого есть какая-то роль, или человек, который просто мирный, они, скорее всего, тоже будут вести себя по-разному. Но это факт, который можно вынести из той же спортивной мафии. Игроки с картой шерифа, они зачастую другой показывают эмоционал поведения, нежели обычные мирные. Из-за чего шерифов, кстати, часто изначально подозревают. Пока что, однако, мне нужно было как-то пережить этот неловкий момент с Конзо-саном. Кто умер? Ну почему? Ну я думал, мы сейчас все вместе, дружненько, поразбираемся в происходящем. Ну блин, надеюсь, хотя бы умер. Я не знаю, ну хотя бы Дед Порфирий. А все те, кто умер, в прошлый раз быстро они останутся. В общем, скоро к нам приснились остальные. Тайя, Санта, Куми, Сан, Каори, Сан, Йоши Цугу-кун. Порфирий выжил, его так просто не взять. Такой Миссан и Канзо-сан, затем пошевел снег на сад и общежитие, оставив меня только женщиной, ребенком и двумя стариками. Эй, старый пердун. Я, блин, не был одним из этих старых пердунов, черте побери. Ты имеешь в виду меня? А кого же еще? Кстати, сколько мы лет забыли? Не свершеннолетние, по идее, как минимум. Но это было вообще лишним. В чем дело-то? Что-нибудь знаешь? А? Например. Терали вес убийцы, это случилось. Это, блядь, странно, не? Террио с Ягучей, верно? Это, по-моему, Дио тебе что-нибудь сказал? Ничего, он не приходит. Я спустил на тормозах. Похоже, что неудача, которой он преследов с Токио, все еще не ушла. Я чувствую, что ситуация ненормальная. Этот туман просто безумный. Тебе, что ли, говорить? Ты поехавший! Ну, он сказал, что он не был таким антагонистичным, как раньше. Он, в самом деле, оказался каким-то дружелюбным. Я могу только предполагать, что мои вчерашние действия немножечко заставили его потеплеть ко мне. Ну, хотя бы чуть-чуть. Пишет Согу. Снова это. Я не зря, все это раз. Не приди передопрягаться, ты все бледная. Это что, внезапное сыновье забота? Можно он и в старости и стакан воды поднесет. Я извиняюсь, это Фусы Иши-сан. Пишет Согу, веди себя нормально. Ха. Я не против. Кстати, Рика-сан и Мейка Чан-сич не здесь. Блин, неужели кого-то из горе мы забрали? Будет супер обидно. Похоже, что так. Они обычно просыпаются рано. Да не похер на деревенских глав. Прекрати, это Йошиклун. Я пойду и позову их. Отношения здесь были, правда, сложными. Достаточно скоро. Блин, я не надеюсь, не Йасунагу убили, а то Калория опять продолжит свою линию поведения с прошлой петли. Так, вот Рика-сан и Мейка. Доброе утро. Блин, неужели Чейми убьют и за кого нам воевать? Это реально, походу, тогда будет петля имени Рика-сан. Когда она вошла на пазм, взглянула на наши, покрытые, скрытые туманом лица. Видев мое, она выдохнула. Затем, очень легонько мне поклонилась. О, Ничан! Я закаталась в футон и ударилась ногой. Блин, больно. О, бедняжка. Мейка, похоже, была не в лучшем настроении. Биться ногой это всегда неприятно. Чуть позже. Я салюбой чувствую себя лучше. Магическими словами. Ну, обычное исцеление. Заклинание первого круга от любого клерика. Магия. Я не был так удивлен, если бы она была на это способна. Это мой первый раз, когда я вижу, что Манесу Мизу. Он ужасно густой. Это мой первый раз тоже. Я полагаю, нам придется исполнить пир. Да. Я хочу никакого, чтобы, блядь, как у Василии говорила мне проводить долбанный пир. Вообще, я с не люблю. Я Шицугу. Я прошу прощения, что так бессильно. О, Ничан. Ты страшный. Мне не нарушили здесь. Ты еще говоришь в деревне. Мне даже жгоняешь, что ты, блин, думаешь. У меня дети проблемы с ней. Ты так ненавидишь деревенских глав. Да, блин. Без них, мама бы. Тех. Я раскрою тебя рано или поздно. Я же Силгу-кун, видишь, был агрессивен этот раз. У него был страж. Натали, немышление оказалось опасным. Слишком много предположений казались более рискованным делом, чем ничего не знать. О, Ничан. Река сам была такой же невыразительной, как всегда, но я к понять, что она была в депрессии. Блин, тут, конечно, не просто, а... А, фу, Харуаки-сама. Она огляделась в растерянности перед тем, как... Я рада, что ты... Ну, правда. А, я рада, что ты в порядке. Правда. Она затем улыбнулась. Эй, не то, чтобы туман может многое сделать, наверное. Саранага. Это название реки ниже. Это туманное, говорят. Это дыхание Йоми. Они считаются... Худшими из дурных пресс-наменований. Здесь, в Фудзи Йоси. Носато-сан говорил мне, что люди всегда умирают, когда бывают туманы. Она как-то нахмурилась. Она строила строгую выражение лица. Я такого раньше в ней не видел. Какие ужасные слова для новичка, такого, как ты. Блин. Походу, немножко подруинили симпу его. Даже не знаю, шансы, отношения. Не знаю, что. В общем, Носато-сан стал случайной жертвой наших слов. Ну, что поделать. Она сказала, что только тому, что туман такой густой, что из-за него множество несчастных случаев. Даже так. Это неосмотрительно. Люди все еще живут здесь. Говоришь, что кто-то наверняка умрет. Слишком зловеще. Я только был здесь сегодня. Судя по тому, что я мог понять, что довольно отличаешься от других глав Семида. Почему ты так думаешь? Ну, то, как ты говоришь о Ясумизе, например, не совсем не похоже на то, как говорили Носато-сан и Людиками Фудзиоси. Я все лишь думаю, что ей нужно показать Ясумизу уважение, которого она заслуживает. Фудзиоси в целом очень зависит от Ясумизы. Интересно, почему? Может, это реально, знаете, какой-то перевал между местным адом и людьми? Что ты имеешь в виду? Может, пояснить, а она не пояснит. Я расскажу тебе со временем. Сейчас не... Да, я понимаю, неудачное время для этого. Я... Я хочу защитить Ясумизу. Я хочу защитить Ясумизу. Я хочу защитить Ясумизу. И Рика Касан самолучала. Чуть-то немного неловко, я продолжил ждать. Вскоре такой Мисан привел к Иннус Кишик нам. Он имеледленно начал беспокоиться о Рика Сан, как и ожидалось. Но она оказалась не слишком приветливой к нему. Я, возможно, как-то стал на пути его любовной истории. Из-за этого еще все довольно неловко. Блин, и сколько лет-то? С возрастами персонажа, кстати, у меня не лучшими семенами. Я запомнил, что Харуаке 24. Вот что главное. Сорень Канзо-сан вернулся вместе с учениками. Ну, чем я желаю? Мамия-сан. Смотрите под ноги. Либо, может, оператор умер. Я чувствую, что оператор это будет реально опасный человек, поэтому его нужно приберечь на потом. Ооо. И увидев Хисака Мамию-сан с ними, я почувствовал облегчение. Итак, я наконец понял, что теперь случится. Доброе утро, все. Игнорируя мрач лица всех, она выдавила улыбку, приветствовала нас так, будто это было обычное утро. Жители не откликнулись. Мне также была догадка о том, что случилось, поэтому не было проблем с выбором слов. Что с вами с ними не так? Я что-то говорю, что это, но что с того? Подождите. Хашимото-сан сейчас спит? Блин, Хашимото-сан, что-то я не знаю, у него прям какая-то неудача преследует. Он уже два раза умер из трех. Почему я сказала из трех? Третьего раза еще не было. Наверное, потому что в третий, ну в третий раз, потому что я думаю, ему должно повезти. Снова никто не ответил. А, он вверх по холму, верно? Я пойду проверю, интересно, он вышел или холм? Это просто неудачное место для житья. Странно же. Нет смысла. Кан зашел крыло в рот, взяв обязанность сказать на себя. Я уже мог слышать приглушенные рыдания. Это была Харучан. Не только она боялась, также поняла, что произошла трагедия. Маме, ясно-сан, что-то было не так, собираюсь спросить об этом, когда большой парень мертв. Грубый старик просто сказал, и что произошло. Мертв? Что вы? Он лежит мертвым рядом с лопой с ним. Что это за чушь? Мильно потерял свой ход на крови, неси снау, разве здесь начала начала сделать ее. Не играй так со мной. Можешь починить наш фургон, ехать как можно скорее. Я пойду разбужу его сама. Оставайся навечте. Какое правило у тебя есть? Макишимо-сан. Я поднял свой голос, потому что оканзошит снопотерн потянулся к его ружью. Это даже вы шутка. Что это такое? Меня разыгрывают. Вы пробили шин для этого. Вот имеет смысл. Мы все еще не знаем ваши правила. Нет гарантии, что мы сделаем то, что вы хотите только потому, что у вас ружье. Там твоя проблема. Ты должен обратить, этот старик. Что тебе дошло? Ты всегда говоришь, что нам никогда не наставлять ружье на людей. Это очень подозрительно. И коли так. Какое-то волчье поведение. Или он просто на нервах. Не помню, в прошлый раз он своим ружьем тыкал к летей. Канзоши молча опустил ружье. Если не шутка, тогда это преступление. Вы заходите слишком далеко. Вы заходите сейчас же. Я хожу немедленно. Мамия-сан, верно. Простите, но так не получится. Вы не можете уехать, пока туман не сойдет. У меня не нужно. И мне жаль, говорить это, ваш партнер больше нет. Кто-то убил его. Бил? Убил? Что это? Токуми. Забери её. Доведи её. Вы как с кровью? Вы шутите, верно? Я пойду с вами. Он сильно меня выручил. Хорошо. Он тебе придется помочь мне. С уборкой, я полагаю. Ладно. Я тоже пойду. Мейка, оставься здесь. Я тоже. Этот директор меня не пугает. Как абсурдно. Он даже вспоткнулся обо что-то из-за тумана. Но это место, который сейчас решит. Нет, аж слога должен тоже видеть. Как роли, Матич? Мы что, все деревни сейчас опойдем? Назвало так много добровольцев, что кроме стариков и Мейка, единственные, кто остались, были Куарисан и Харучан. Отец, суна, как он вообще что-то не появлялся. Объектили не очень хорошо. Токуми сам повел нас вверх по холму. Так как мы шли через поля, некоторые из нас падали и застревали. Рика Кассан, например. Поэтому у нас уже целых 10 минут. Все еще мы сумели прибыть на место преступления. Что я видел было почти почти тем же самым, что я видел в последний раз. Кровь, кишки, куча мяса. Да. Изуродованный труп. Он был рядом с домиком, рядом с вылужником, где-то по пояс, который не особо тоскрывал его большое тело. Он был тщательно уничтожен. Да. Все тело было разорвано в части и погнуто, будто для того, чтобы систематически отделить ее мускулы, внутренности и кости от тела. Единственная вещь, которая намекала на Токи, кто это когда-то был, были разбросанные части одежды и впечатляющее количество плоти. Снова Юдай Хашимотоши не смог пережить первую ночь. Честно говоря, то, что он второй раз умирает для меня, могло, наверное, повлиять так, что началось с ним относиться к каким-то там перенебрежениям, но для меня это наоборот как будто его так расхайпливают в каком-то смысле. Ну, от антилогики. То есть, он погиб первый раз, погиб второй раз. Он вообще принимал ноль участия в Перу. Сейчас две петли. Как будто для того, чтобы потом он как вжарил. Ну, я уже сказал свои мысли по поводу него. Ладно. На чё ж у моего дома не сидится? Так, он вышел наружу последней ночью. Пока только Мамия-сан бормотал, просят. Что? Что это? Мамия-сан наконец-то нарушила свой неверующий молчание истеричным криком. Что? Что случилось? Что случилось? Что случилось с Саном? Как он закончил так? Так? Мамия-сан, пожалуйста, успокойтесь. Как я могу? Почему? Почему это случилось? Это просто... Он состоял из-за изображений и начал рвать. Она или докричала издорвоты, или напрямую увидела труп. Не единственное, кто хочет кричать. Я не хочу умереть из-за какой-то старой истории. Ты знал об этом? Ты знал об этом? Ты знал что-то случится? Я спросил его это, изображая злость и отчаяние. Каков актёр? Ков актёр Станиславский уже готов хлопать. Пока не стоя, сидя, но готов. Не могу сказать что знал, но мы слышали что-то случается. Кланы приходят, люди умирают. Эти смерти были причины несчастными случаями. Так я думал. Я верил, что главы... Потому что основательные главы деревни тоже... Эти смерти на это. Они лгали. Ну вряд ли топози. Разве что камушки решили... Добить его. Что это? Кто солгал? В чём? Что, ты говоришь, что так называемый луками и вернулся из мёртвых? Если так, будто ты ни хера не знаешь. Монстрые боги не бросались, это из ниоткуда. Главы деревни. И жать и брали зверей сюда. Своей личной волчарни. Прекратите это, вы двое. Слабый, но строгий гострика-сан. Оборвал их спор. Настинство подстрела на тело Хашимото-сана и опустилась перед ним. Но у неё нету, кстати, проблем с кровью и прочим. Это наш долг. Соответствующе. Обойтись гостем, который не смел приготовиться к пиру. Мы должны, по крайней мере, позволить ему отправиться в Ёми в мире. Я возьму его порчу. Река-сан затем... Что ты? Река-сан приблизила её лицо ближе к куче плоти и костей, когда... Отойди! Мамя-сан внезапно вмешалась, устанавливая её. Эй, что ты делаешь? Остановись! Не держите меня! Её голос и лицо были награде демонического атака. Это что, Река-сан 2.0? Ну блин, ну может хотя бы... Один разочек-то ни одна женщина не сойдёт с ума. Никто из нас не мог стать себя остановить её. Она прыгнула к трупу, игнорируя кровь и начала окопаться во станках своими руками. Она должна быть здесь. Что? Камера? Я внезапно понял, что она делала. Я помогу. Но не ответил и не осныл меня. После террасы уходной крови, но это безумие было под контролем. Это было очевидно, что это не была неразумная паника. Так, мне от этого уже легче. В конце концов, у него должно быть и было оно. Иначе помогать ей, грубо, искать в серии. Хароки-сан, что ты делаешь? Люблю обмазаться кишками с утра. Помогает в свежести коже. Камера! Помог снять фотографии? Это убийство было таким, чтобы последние 5 лет. Её было разорвано на счастье. Я почувствую, что это твёрдое на моей руке. Это были волосы. Я был близок к голове. Не твёрдое, а жёсткое скорее. Это ещё в прошлый раз было с камерой. Но она не переживала, но не слишком думая об этом. Его камера даже была на его шее. Я мог следовать этой подсказке. И я почувствовал провода на руке. Нашёл? Где? Это была тщательно разбитая, дорого выглядящая цифровая камера. Наше стоило куча денег, но маме Исана не было дело, она просто открыла её. Монстры? Не может быть, они не существуют. Она бормотала это в бреду. Вытащила карту памяти, отбросила камеру и побежала прочь. Эй, куда ты идёшь? Такой мини-чан. Позвольте об остальном. Они двое исчезли в тумане. Эти ребята. Что-нибудь знаешь, Ясун? Немного. Ну. У домика нет туалета. Блин. Лучше бы в сортиры его посадили. Так, я что-то увидел, чтобы позаботиться о своих делах. Я не знал, насколько важны были приготовления, так что это всегда был очевиден. Что, в следующий раз мы ему ведёрк какую-нибудь поставим? Я должен был быть тем, кто останется. А, ну да, нам, наверное, сейчас дадут ключ, мы в следующий раз останемся там. И поменяем историю. Я должен был быть тем, кто останется в домике. Он умер из-за меня. Но я не мог позволить себе купаться в жалениях. Рико-сан снова подошла к телу, но Токуми-сан положила руку на ей на плечо. Тебе не нужно делать этого. Но я не хочу благаться на какое-то загадочное дерьмо углы деревни. Не заставляй меня. Сейчас я для кого-то хуже. Вы уйматься всегда, вытаскивать короткую соломинку, да? Это забота. Просто ложиться руки вместе или ещё что. Тоно Токуми-сана был неспокойным, не симпатизирующим. Понятия не имел, что он имел в виду под короткой соломинкой. По какой-то причине и чувствовал, будто он защищал её от чего-то. Ну, всё-таки интересно. Её превращение в зверя, это то, что она взяла себе слишком много порчи, учитывая, как много было смертей на прошлой петлю, или это как-то всё-таки связано с барсуком. Но нет пока ответа. Очень хорошо. Рико-сан сделал, как ей сказали, и сложил руки вместе перед тем, как прочитать какую-то молитву. Может, Луку наблюдал за ней. С гримастой. Рико-сан. Кенос Кишу путил свой шанс поговорить с ней, поэтому он просто стоит на месте. Ясу, Йошу и Чикамочи. Берите всех, идите назад. Затем гвозьте свои руки и приготовьте съесть. Да, аппетит, наверное, конечно, набрался от такого-то зрелища. Хорошо. Не приказывай мне. Пойдём, Рико-сан. Назар придётся отказаться от мясной диеты. После этого. Назарто-сан. Время уходить. Мину, чтобы ты вёл меня. Показывал мне. Пойдём, Рико-сан. И они все ушли. Прости за это, Фусаиши. Не можешь на меня рассчитывать в этом. Токуми-сан и я начали убирать тело Хэшмота Сана. Мы не могли снять дверь, поэтому вынесли его на доске с разрушенной стройки. И так мы сбросили его в Саранагу. Я внимательно слушаю. Я подумал, что я, на самом деле, услышал плеск на этот раз. Так всё-таки дно было. Тогда почему мы потерялись в той петле? Думаю об этой возможности, я разошёлся с Токуми-саном, затем вернулся в мою хижину и смыл кровь. А я снова пошёл на площадь. Люди собрались в столовой. Они, похоже, раздавали еду. Ты помол руки? Да. И остальное тело. Ясно. Хорошая работа. Токуми-сан оказалась много мягче со мной, чем раньше. Может быть. На самом деле, мы просто в другой категории. Вряд ли её немножко понявшееся поведение к нам можно списать именно на другую роль. Вам её сам нужно поесть. Вы не продержитесь долго, если не делать этого. Ну и правда. Что значит вас? У меня нет сейчас аппетита. Вы всё равно должны поесть, если вам удастся это сделать. Разбывчатая ответила, то Куми-тай-сан взглянул на булочник рядом с нами. Я последовал за её взглядом и это три волка. Видел кровавый знак с последнего раза. Да, каждый из них воплощает то, что волк вернулся из Йоми. Потом раз не две метки, то разумно, что и волка тоже две. И, кстати, это было правда. Это было то, что я не сказал не в последний раз. Но выглядит как три, а просто... Блин. В этом тесте Роршика ещё пойди разберись. Ну, вроде типа, вот ром посередине и два больших по бокам. И теперь три волка. Вот, всё началось уже. Классик мафия. Да, было три этих странных загогулина. Но три волка это поинтереснее, чем два. В том плане, что проще отыскать какие-то связки, если они играют командно. Ну, если они будут разбегаться, один волк скорее всего реально будет разбежаться. У нас проблемы. Вообще, со смертью господина оператора нас 15 человек. Ну, откоренно говоря, райс небольшая. Раньше было 14. Теперь у нас плюс одного игрока. И этим дополнительным игроком оказалось все для его лучары. Ну, пусть будет так. Главное, чтобы люди не дохли вне обусловленных способов умереть в игре. Не гуляли по ночам лишнего, не тыкали друг друга ножиками. И наши шансы сильно возрастут. Что иметь ввиду? Расскажу тебе позже. Очень хорошо. Ну, тогда увидимся. Немножечко загруженный и отошел. Часто людей увеличилось. Мне сказали, что может быть максимум три волка. Именно это мы и получили на этот раз. Почему? Что причинет изменения? Не забываем еще про тайного помощника со стороны людей. Поэтому у нас ускоря 11 на 4. Было несколько различий от последнего раза, но... Что же именно все поменяло? Что бы это ни было, мы могли предположить, что знание ролей с последнего раза не было большим преимуществом. Это да. За пределами стола, когда Настан сидел на земле и пил что-то из большой миски. Он стрелял на меня и... Поехали! Поехали! У всех на расстоянии руки. Но, с его мощными руками конечно нужно держать на особо большом расстоянии. Еще может винтовочку добавить, чтобы его на несколько сантиметров увеличить. Несколько десятков сантиметров. Добро пожаловать назад в Усэйши-сан Ударить здание я обнаружил учеников Уима-со-сан, Мэй, Кхеновский-ши, Каори-сан Ну, там еще был старый волчар Но он просто пятился на пустую миску в углу комнаты Прошу прощения, что не смог помочь Не нужно Спасибо тебе огромное, что помогаешь такую мисану Я много его не сделал В течении чан и маме-сан Что журналистка сказал что-то о том, что посмотрит Сайф-камеру забиралась в комнате Боюсь, ей не понравится, что она там увидит Может, тоже туши картинку, что она смелькает С нашей первой смертью, Гоби Сиризава сама пошла Отмывать одежу журналиста Именно смысл, маме сам было правду в крови Интересно, у нее-то есть запасная одежда Держи Каори-сан дала мне миску Я занял односкольких мест Спасибо за свою работу в Ксаиши-сан Не проблема с многокон Надеюсь, сейчас-то ты будешь мне помогать Тоже вспомни мое имя Какая честь Хорош на спальность Минута не было достаточно многоконно, что я был в петлях, верно? Может, это хорошая вид на имена? Я взял пару палочек и поел Это было простое блюдо из сваренных овощей и мяса Пошу прощения, что ничего хищеляющего Это остатки с вчерашнего дня Не можешь ничего тратить, как ты можешь вообразить Сколько у нас еды? Холодильник перестал работать Так что молоко мясо скоро испортится Но тебе неужели в какой-то ресей овощах? Я ей не подумал до последний раз Ну, естественно, мы же роменом только питались Но, по крайней мере, это ужасная ситуация Я ей не сопутствовал несеток еды Возможно, это было что-то положительное Только с нет электричества Какие-то еще проблемы? Не беспокоясь о газе Уже почти время менять цилиндр Но он, возможно, поэтому если он стечет Нам жечь костры Гора с ума сойдет Но огонь, похоже, не любит Как мы поняли Чикамочекуна, следи за языком Слушая до странного обыденный разговор Я продолжил есть Это было на самом деле неплохо Так не выглядело, но я чувствовал, что Не выглядело так, но я чувствовал, будто Я чувствовал, что мне приходится закрывать свои глаза Ну, на еду Чтобы есть нормально Ну, в отличие от супа, который дали в камне Фудзиоси Все было хорошо посолено, имело богатый вкус Мясо должно быть было дичью убитой канзаши И выпадочной чаями В лоне особо не было У него был простой вкус Наверное, это была оленина Но у меня единственный вопрос Боргса тщательно-то будут подавать Я почитал это мисс за тот раз Когда они сделали из меня дурака в горах Там только не были Там и были еще и кабанчики Кабанчикам тоже надо отомстить В плане количества мяса и приправ Люди здесь казалось еле лучше, чем в камне Фудзиоси Или это был вопрос моего воображения После того, как я послушал миску Мне предложили еще Я с радостью принял это Было лучше есть, когда у меня был шанс Я фишу, Ленка, мистер, ты варил их местной еде Кеннадский ши внезапно прокомментировал Я думал, что был сарказм Но и вот он не казался враждебным Вы не едите? Мясо до дома Сейчас я сгрежу в городе так долго, что местная еда Теркажется не беспутный Подместер имел в виду Фудзиоси в целом Не только Ясумизо И мне правда не хочется сейчас есть Сейчас я покушай, дядя Может другого шанса не быть Мочи Хороша была совершенно блед на сих пор, как я прибыл Она внезапно закрыл свой рот и выбежала в туалет Она застрелилась есть то, что ей дали, но стресс не дал ее удержать это внутри Чикамочи От тебя отказались, потому что не понимают чувства людей Ты ничего не научился? Я не хочу слышать от тебя Я пойду извинюсь Он пошел в туалет, тоже оставив нас остальных у него в какой-то ситуации Что случится теперь? У нас, наверное, будет собранник Старые дни используем его, чтобы решить, кто сделал это Что тогда? Не переживай, спасайший сан Я с Накун приснился к разговору с неестественно жизнерадостным тоном Голоса Я уверен, что это не будет ничего неразумного Сто процентов Ну, ты защищаешь уверенно Из-за этого ты окажешься надежным Возможно В любом случае, не переживай Был ли он волком этот раз тоже Пока я хмурился и думал про себя, Токуми-сан приснился к нам Токуми-сан Каори-сан, ну уже мне побольше того, что есть Ты в порядке, Ким? Не называй меня так О, Кусайши-сан, тоже ты ешь? Да Спасибо вам за еду, Каори-сан Блин, тебе удается, если еду до меня Везет тебе Неплохо, а? Да, след мой, хотеть, чтобы кто-то вроде не был, моей женой Почему он играет с огнем? Почему он играет с огнем? О, боже, ты слишком мне льстишь Ты не говори мне, что ты желаешь А что с атмосферой? Так Немножко охладили пыл Кстати, Токуми-сан Я позвал Токуми низким голосом Что? С этим голосом? Когда пир? В 9 Старик Канзо сказал так Хорошо Не было даже часа до того, как мы начнем суждать, кого убить Токуми-сан начал ездить, все замолчали, поэтому и я Меню место Ты в порядке, Старик? Ооо! Ну вот, таким же, как всегда, блин Что же нам делать, если у него был страж? Что-то, конечно, романтично Мы приезжаем И оказываюсь в тумане у нас в следующий день Я чувствую волосы, чувствую это нам Где-то живешь, Ясумизу? Спасибо за ответ Это был дашний разговор Извини, похоже, я мешаю, если еще что Здесь безопасно Прошу прощения Это самое безопасное место Поэтому я здесь Безопасное Ты имеешь в виду словую? Не будет Ответа нет Но только что был диалог Или у броса барматал Какие-то вещи, которые не имели смысла Говорю, Ясумизу Не может быть, что так В конце концов, это было наименее безопасное место в Удиосе Я думал, что у него была причина Почти находил безопасно Но кой бы она ни была Я не смог спасти его от смерти в последний раз В итоге Безопасным оно не было для него тоже Что-то оказалось не так Но я не мог понять, что именно Каким-то образом потерял свое право Сидеть рядом с ним И началось к следующему месту, пока ждал В числе двигались странного Медленно Стой рядом со мной Был немного отодвинут В любом случае, где бы я мог сесть Наши кого-то встретились В любом случае, где я мог сесть Как же ему хочется куда-то присесть Я хочу поговорить с тобой Харуаки сама Она выразит о слабе В любом случае, где бы я мог Не игнорируй, какосан А что это говорит это? Что я решила? Я знаю, что я вещалки не знаю, чтобы уважать Надо обычно куртуазы отвечать На скромное внимание женщины Мир, что был скромным Но и про него поспорить с остальным Как ты понимаешь, подожди Ты просто играешься? Арика Косан Ты выглядишь прекрасно сегодня Как же он раздерживает обстановочку? Вот, мы закончили говорить Это чистота сенпай Как вам удается разыгрывать И себя прямой линии Так естественно Не играйся с гражданскими главами Ани-чан Видишь себя странно Вау Он сделал комедию из этих людей Странный парень Слушаешь, Сан довольно забавный Каори-сан Посмотри на это лицо Она забавная, только миссан Как же мы баламутим эту Эту жужу Киноские шины, как и ссори Еще кричать стандартно И не останусь с кем-то Такого плохого происхождения И ушел Ну, таком я сам пошел с ним Поэтому я сомневался Что Киноские шин-сан Неудачливые жертвы номер два Как бывает в хоррорных клише Тут все вернулось ко мне Время предыдущего пира Чистки Йоми, Чикамочка Машида И Старик Волк были убиты Наверное Чем-то, что не коррупция Не порча Подозираемый тогда Из подозираемых тогда Да, сейчас столбы были Нет, если начать найти правду Я мог просто встать на этом Я должен сменить передачу В любом случае Сего рядом с Рико-сан Которая сказала ее Так много раз Что она на самом деле Как-то подобнякла Так, теперь меня так звали Я уже бросил попытки Поправлять ее Эй, Мейко-чан Я должен нечать ненадолго Окей Ты стараешься разговаривать Тогда хочешь поговорить со мной, Мейко-чан? Ага Я с Накун забрал Мейко с ним Давно ему шанс поговорить Ты ужасен Слышать это окрасляется вроде тебя На самом деле, делает меня счастливым Карлаки, охладите трахани, пожалуйста До пира меньше часа Я на самом деле начал находить Те реакции милыми Я мог наслаждаться Издевательствами Над милой женщиной постарше Какой ужас Но, очень по-феминистски, наверное Это было редкая возможность И я очень ее ценил В данном случае В чем дело? Я чувствую себя довольно виноватой Почему? Слушай, не взяла порцию Потому что я принял тебя Журналистов В худшее возможное время Это что-то за счет Заживающийся свину Я не могу сказать, когда претут туманы Нет Все происходит из-за нашего В Диосе Изначального греха Изначального греха Divinity 2 Original Sin Да, эта деревня процветала Убивая суть бога, в конце концов Древняя история бейства волков Я бы хотел услышать больше Ямываки-сама Должна объяснить позже Ямываки-сам Да, в конце концов Она представитель Ясумизу Представитель Не владелец Не владелец Все в Ясумизу Продлежит или деревне Или семь главам семьи Вот И все еще требуется управитель Ямываки-сама Без того Ямываки-самывак И все еще Ямываки-самывак Ямываки-самывак обучение пиру. Кстати говоря, ты, похоже, не перешла, что за гостей. Есть какая-то местная культура, связанная с этим. Да. Не слышу, что в Удиосе когда-то было полно гостей, которые приезжали в Святилище Шинай, чтобы помолиться о доброй охоте. Охотники снаружи считались почетными гостями и с ней по-доброму обращались здесь. Но я тоже своего рода охотник. В чем местная женская половина уже начала убеждаться. А там был смысл. Если самоубеждение было главным привлечением деревни, я мог понять, почему это уникальная религия, я жила так долго. Тебе очень конкретные детали, но не казалось, что это что-то, о чем мне стоит спрашивать, пока мы наединим. Так вот оно как. Ты добровник, потому что я гость, верно? Нет, дело не в этом. Или потому что я был там, когда ты поранилась. Это, да, спасибо тебе еще раз. Но мне нужна причина. А, совсем нет. Я просто чувствую, будто за этим есть какая-то причина. Что если есть, я был бы счастлив. Возможно. Милая женщина повесила голову с покрасневшими щеками. Я был тем, кто игрался с ней. Но это, на самом деле, стало мне тоже как-то застесняться. Возможно, не стоит быть более серьезным к ее чувствам. Но как бы я сделал это? Забудь об этом. Сейчас было не время для этого. Мне была дана важную роль, поэтому я должен был найти способ, где оставить других живых. Пойдем. Голос Калори-сан заставил всех встать со своих мест. Затем мы, без слов, начали покидать столовую. Мне казалось, будто это чрезвычайная ситуация, но это был конец нашей обычной повседневной жизни. Но у нас уже были люди в зале. Канзаши, Такоми-санки, Наскиши, Йошицугу-кун и ребята. Чеми и Мами-сан тоже были здесь. Мами-сан выглядела подавленно. Юпаническая атака, похоже, остановилась, но это не означало, что она приняла все это. Чеми прошептала мне, что они смогли считать данные, которые забрали, потому что с ней было никаких подсказок с камеры. Парень-волк, ученики, лицо Харо-Щан было все еще бледным. Калори-сан, Рико-сан, Мейкоя все вошли внутрь. Затем случилось что-то странное. Когда мы они входили, они прятали их лица обеими руками и пускали головы. Это был правда странный жест. Я смотрел видео это и в последний раз. Та я сам делала это, пока смотрела на булыжник, когда Марит Вашина играла по громкоговорителю. Так давно не иное лицо была странная вещь, похожая на вуаль. Должна быть еще одна местная традиция. Пока что я просто последовал их указке. Все сели в кругу. Казалось, будто они росли в порядке возраста, начиная с дальнего конца. Я сяду рядом с Мейко. Очень хорошо. Но это не было обязательное условие. Пусайший журналист, когда же сесть в ниже дальнем конце. Все по одной иерархии сразу дед отправил. Он хоть, блин, не под шконку загнал. Ну хорошо. Если лишь все к выходу, Мамия-сан опустилась рядом со мной. Ты не против этого? Я не местная, в конце концов. И это он голоса был холодным. Я-то в чем виноват? Я такая жертва, как и ты. Что случится теперь? Без понятия. Ну что-то вещи вроде бы что-то случилось, или это не может стать хуже, и я вообще не видел никакого намека на вчерашнее рвение. Блин, мне кажется, когда Юдай выжит, ей должно быть сильно полегче адаптироваться. Это все? Мм. Яма-аке-сан вошла последней, закрыла дверь, погрузив комнату в тьму. Мамия-сан резко выдохнула, и Мамейка тихонько крикнула, но на этом было все. Никто здесь внизу не был потрясен. Затем был щелчок переключателя, и над нами загорелась лампочка. Вот они слева направо. Блин, мне даже интересно, куда вообще здесь можно Юдая пристроить? Мне кажется, для него тупо нет места, разве что в центре его разложат. Может, поэтому он не выживает? Художник такой, блин, я не знаю, куда его пририсовать! Давайте вы его убьете! И заодно драму для журналистки сделайте. А зачем он был плохим? Из-за чего? Блин, эту картинку я помню, видел, но я не помню, был ли на ней Юдай, и вообще кто был. Но ГГ это точно был. Я тогда еще подумал, что главным героем будет Ясанага. Он все-таки такой вайп протагониста подобной игры имеет. У него такая самая basic внешность. Ну и на самом деле, тут у многих довольно такая обыденная внешность, что на самом деле для меня плюс. Добавляет какой-то приземленности к происходящему, хоть происходящей крайне мистично. Так, ладно, ощущение было плохим, из-за чего личные лица всех выделялись даже более. Это казалось неестественным, будто совсем другой мир. Все сели, тогда начнем перечиски Йоми. И так, он начался. Подбадриваем Яму Аки-сан, Рика-сан, будто понимая ее намеки, зашла глубже в комнату и после небольших... Ну, что-то поделала, там вернулась к нам, не спутнувшись в ее руке, она держала некую бутылку. Даже сакхэ, дарованная шнай-сама. Презентонная шнай-сама. Дарованная шнай-сама, пожалуйста, выпейте его, начиная с гостей. Рика-сан сел рядом с Мэй-сан и дала ей старую чашу для сакхэ. Не обязательно, да. Это отгоняет порчу. Мамя-сан не ответила, но все еще взяла ее. Рика-сан все наполнила сакхэ. Все будут это пить. Пей сколько, сколько хочешь, у нас много сакхэ. Обычная деревенская пьяна, там начинается именно так. Исака-сан взглянула на чашку, понюхала ее, затем выпила все. Она, конечно, выглядела так, будто она умеет обращаться с выпивкой. Обычная сакхэ, хорошее качество. Фруктовый запах, какой гинжи. Впечатленный профессионализмом, я взял у нее чашку. Ты можешь пить, Харуаки-сама? Давай. С лихомысным ответом позволила наполнить чашку, затем выпил все. Да, было реально неплохо. Казалось даже роскошь, я понятия не имел, откуда нечто такое у столь бедного поселения. Мне кажется, будто я могу просить больше, потому что я просто отдал чашку Мейка. Рико-сан показал ей просто притвориться, что она пьет. Тоже, кстати, учеников. Сакхэ прошло через несколько людей. Никто из них не пил. Теперь все взрослые. Начинаю я. Блин, как они так пустили ее по кругу, эту чашку, что она только сейчас до Чеми дошла? Неудобно же. Я еще не понимаю, почему сейчас Чеми сидит где-то посередине? Разве она должна сидеть где-то между Ясунагой и Носатой? Или из-за того, что она уезжала, она тоже потеряла иерархию, но Хару дальше сидит? Не понимаю я этого. И Чеми подсушил момент, когда получила ее. Рико-сан, который бы сидел рядом с ней с Лимейкой, тем клотнула сама. Потом Калори-сан. Потом Кивино с Киши, наконец-то опустошил то, что осталось. Токуми-сан выпил две полные чашки, говоря, «Эй, пера! Удается пить сака во время дня». Он не говорил это в прошлый раз. Тем старше опустошили чашку. Это были все, когда Рико-сан забрал бутылку и чашку и вернул ее на место. Мы закончили. Тайба, говори. У нас есть люди, которые не знают истории. Я должен начать сначала. Это правда. Ну, позвольте я рассказать вам об этом. Наконец-то. Шина-сама, волк горы. Давным-давно, когда это дерево было создано, первым старашиной самым были волки. Волк-хами-сама. Волки защищали другие стражи. Блин, волки, конечно, выглядят супер гордыми своей позицией. Сразу видно, что они трушные добрячки. Вот мартышки видно, что замышляют. И ворона какая-то агрессивная. Но с этой картинки все понятно. Волки защищали других стражей. Змея, мартышку, ворона и паука от Емебита. Что такое Емебита? Люди, которые умерли и вернулись. Страшно. Все хорошо. Я с тобой. В Ками-худзиосе. Оками-сама все еще поклоняются. С великим ордом Шинаем. Даже больше поклоняются, чем другим стражам. Здесь Ясумизу. У нас другая история. Оками-сама защищали людей, но также поедали их. Оками-сама также запретили огонь. Ну, волки боятся же огня. Оками-сама. Вот почему людей искали помощи во змеи, мартышке, вороне и паука и обманули Оками-сама. Или что за фантастическая четверка вообще не стражем. Рика-касан называла это изначальным грехом Ниссумизу. В последний раз чьими была той, кто рассказала мне. Но все живущие здесь наверняка это знали. Так как киновские шеи Рика-касан знали, это деревенские главы знали это тоже. Люди Ками-худзиосе, однако, просто продолжали поклоняться Оками-сама. Волкам. Люди провели пир и дали Оками-самам много саке. Другие стражи помогли насадить. Так, кстати, это саке Оками-сама. И так Оками-сама очень напились. Напились при исполнении, не стыдно. Где же чувство ответственности? Со временем, когда Оками-сама заснули, люди взяли Оками-сама и бросили их в Саранагу. Могли бы их честно добить. Худзиосе затем процветали больше когда-либо раньше. На время отворения Оками-сама восстают из Йоми и снова едят людей. Оками-сама могут притвориться людьми, так что люди должны идти их, повесить и убить из всех. Честно говоря, не помню. Такую же ли нам историю рассказывали в первый раз, но вот вдумываясь в эту историю, волки реально ни в чем не виноваты. А, нет, они виноваты в том, что ели людей. Но это проблема людей, зачем они рождались такими вкусными. Не адаптировались, значит, люди. И пострадали заслуженно. А вот вы, бедные волчики. Так, ладно, я сама рассаждаю как волка. Я вообще-то змей, мне надо наоборот. Тихонечко сжалить их из травы за пяточки. Да, надо повесить их, найти и убить. Можно в таком порядке, можно наоборот. Однако, они могут есть только одного, за день это было одно из правил Шинай-самы. И не сырая, Саки решает, как бы убить Инсу, это топиром очистки Йоми. Вещера Томанта – знак прибытия у Ками-самы, поэтому все готовятся. Принимают ванну, запираются в дом в одиночестве и хорошенько спят. Это тоже не из законов Шинай-самы. Те, кто не идет этого, получают поршу, божественной казани Шинай-самы. Юная леди, вы можете, пожалуйста, перестать писать? Я записываю. Да блин, надо все это зафиксировать. А то еще забудешь какое-то важное правило. Мамия-сам делала заметки. Она молча отложил ее блокнот, и я вообще не мог понять выражение лиса. Мамия-сам, мне кажется, будет реально вайлд-карт этой катки. Пока ее по реакциям, кстати, сильно волком не подозреваю, но мне кажется, она вообще может оказаться как сильнейшим союзником, так и опаснейшим врагом для нас. Хотя мы как будто тут не при делах. Мне кажется, кто-то мирничка она точно может собрать. Я объясню все, что вы не понимаете. Серка Нью и Черня Тумана. Теперь Дью и Черня Тумана. Шинай-сам принес порчу. Ее киба была отмечена тренинг символами. Ее мотсоу камисама. Простите, но что такое киба? Камни, которые можно найти в Ясумизу. Они хороши были помещены здесь людьми, но никто не знает, откуда они взяли. Ну, принесли откуда-то. С горы может. Люди снизу верили, что их нужно уважать. Я тоже там на какой-нибудь сам Байкал поехал, нашел на берегу красивый камушек. Везешь его домой с отдыха и уважаешь по полной. На полочку кладешь. Я слышал, что перед созданием водоема огонь зажигали на камнях, поэтому киба может означать вместо ли розжига. Это оказалось странное дело для меня. Блин, нам реально много нового уровня кидали. Про огонь вообще никто ничего не упоминал. Но о них и чужаков тут особо не было. Только Мейка, и я это не особо интересно полагаю. Это оказалось странное дело для меня, но я просто продолжал слушать. Ясумизу бедны, бедна, как видите. Очень плохая, у нас нет солнечного света. Может и зверей, но охота на них всегда вопрос жизни и смерти. Блин, вопрос жизни и смерти для зверей, я так понимаю, если дед выходит на охоту. Если бы кабанчиком, я бы уже переселился бы в другой лес. Но из-за окибы мы верим, что это место особенное. Ясно. Так, что насчет символов? Она на самом деле быстро начала вливаться. Эти рубины... Ой, какие рубины? Ромбы! Ну, они немножко рубинового цвета. Эти ромбы с узорами в них, верно? Ну, Верлс, кстати, эти спиралики. Так же и голова называется. Да, их три, поэтому три волка. Кто вы это знаете? Это что, ежедневный... Ежедневный случай здесь? У нас есть горный фестиваль. В каждом год мигрума одевается, как стражей, ходит по деревне. Часто волков объявляется похожим образом. Это создало с тем, что чьемер связан в сильней петле. Входь до части, что было максимум три волка. Почему три? Ну, Шинай сама троицу любит, очевидно. Потому что два родителя и ребенок. Ого! Так это у них бы семейное дело было. Блин, интересно. У Фари, Ямаваки, Ясунаги, кто был родитель, кто второй родитель, кто ребенок. Я сам уже образил что-то подобное, и оказалось, что я попал. Но не казалось так уж важно. Кто знает. В конце концов, в последний раз у волков не было подобных кровных связей. Мы многого не знаем про эстемизу. Вполне отзывало, что 20 покорений инцеста. Я и два мог верить тоже, что это случилось. Но теперь, когда это произошло, люди эстемизы должны повесить волками саму. Это причина, почему Деренские главы так добрык нам. Это наша миссия. Яши Цуга Кун. Сокнул языком, и Яснага Кун успокоил его. Блин, я знал, что Яши Цуга свободен несчастлив. Все время его имя смотрю и думаю, кто это? Только Миссан нахмурился, как и ожидалось. Деренские главы, добрык жителями Сумизу. Полная противоположность была, правда, и многие, казалось, отвергали СЛА. Однако, она довела до общего понимания истории, так как никто не указал никакие проблемы. Наверное, все было совершенно правильно. Будьте, в целом, сильно полагается на Ясамизу. Так что, тоже начал понимать эти слова. Ясамизу существовали, чтобы быть первой линией защиты на случай возвращения волков. Люди здесь не были какими-то, однако, закыленными солдатами. Скорее, жертвами. Верив Шинай, Саранага была входом в Йоми. Поэтому, позволяя кому-то жить рядом, они могли остановиться с крыши на холков через пир. История Малаки Санта. Долг был чем-то, что главы в Камифудзиоте вознаграждали каким-то образом. Но сейчас было не время фокусироваться на мелких несовпадениях. Было кое-что поважнее. Я должен был слушать и видеть, насколько точны правила, которые она претендует. Держа рот на замке, я ждал, пока она не пройдет через все касательно правил. Затем я резюмировал все. Среди нас были Три Волка, Among Us, хихи. Три Волка, более известны как Импостеры. Змеи Акашериф, Мартышки. В некоторых играх называются Любовники, Масоны. Правда, Любовник обычно надо дожить до финала. Ворона и Лепаук. Лепаукан. Так, тут где-то между строк должно быть написано. Гаддэм, Барсук. Вот тут его внизу забыли нарисовать, мне кажется. Три, четыре, шесть, семь, восемь. Это у нас шесть мирничков. Окей. Змей мог записать имя себе живого человека. Поместить его на подой рядом с подушкой. Перед тем, как лично поселить, что узнать, кем они были. Мартышки. Получился их стражей. Проинформировано о том, кто другая. Мартышка. Ворона проснулся, чтобы узнать, был ли человек ленчеванный завтра. Вчера. Ха-ха-ха. Прикиньте, урон бы узнавал, а завтра кого ленчевал. Этот прикол был бы. Кто-то прорицатель. В общем, кого ленчевали вчера кто-то был. Человек али волк. Волк мог записать имя всей живого человека. Напенести его на подушку. Перед нарядом с постелью. Что защитить их от луков? Блин. На самом деле грустно, что змеи не может мертвых проверять. Например, кого убили. Хотя луки все равно не могут своих убивать. Тут себя тролль в Роне передана. Ну ладно. Забыли об этом. Силы этих стражей раздавались без коего либо связи с кровью семей, которые не предположить защищали их. Силы должны были ли быть использованы, чтобы обсуждать или нечевать. Каждый день было три волка. Они будут убивать одного из людей каждый день. Волков нужно зачистить перед тем, как они убьют всех людей. И снаружи правила. Бог горе обрушит порчу. Сверх естественный смерт. Как только объяснение закончилось, кто-то был наполнен на злые обсуждения, но было все еще, что не нужно было подтвердить. Я открыл рот. Подожди, Тайба. Сама есть кое-что, что я не понимаю. Но я знаю, как он был быстрее. Что такое? Я сказал, что луки этого убивают только одну ночь, я казаныч. Да. Но почему? Ну... Блин. Куда спешить-то? В суде Шинай-сам, предварежный Шинай-сам. И даже ее молодцы луками сама должен делать, что он говорит. Почему он дал ему это правило? Почему не им подчиняется? Это не нам знать. Еще одна вещь. Если волки напутан селька лука, могут ли они напасть в кого-то еще, когда не поймут, что провалились? В прошлый раз он эти вопросы не спрашивал, но он точно человек. Это ведь вопросы, которые меня тоже волновали. И не могут. Мне сказали, что если паука снят волков, люди будут спать мирно этой ночью. Ну блин, когда-то плетем паутину трудно кого-то убить. Спросите у врагов человека-паука. Кто вы знаете это? Ну на пауке затащила пару каток! Что за вопрос это, блец? Моя бабушка рассказала мне давным-давно. Вы не участвовали в фире раньше, верно? Его сильный тон заставил всех застыть на месте. Ясу, что с тобой? Когда вытянул мирничка и просто стал красным контрастным. И начинаешь разваливаться. И если впервые каши расследить туман, кто-то здесь должен быть гуны, верно? И сколько я знаю, у нас был туман всего 8 лет назад и... Хару-чан поднял голос и привлекал внимание всех. Прекрати! Я не хочу вспоминать! Хм. Но Хару-чан... Хару-чан, значит, в курсе из этого нет? Странно. Я спрошу позже Ясу. Мой сын и его жена умерли тогда. Слехару, слушайте об этом. Ожи-чан. Угу. Ну, логично, что если он её дедушка, то должно быть, так сказать, поколение между. Ну, так вот, как оно было. Ты видел последний свободен наверху? Тобой сборки Носата. Призвольте к работе найти местного 8 лет назад, и оно обрушилось. Всё сходилось вместе. О ползи, не смерти Рэти Хару-чан произошли 8 лет назад, когда был туман. У меня не было твоего веса Мизу. Ты забыл? Я помогал в школе как у Ди Йоси, где оставались вы дети. Это мой первый раз. Пир не разлучился, пока у нас не было. Ну и бабушка, возможно, была на тупом Перу. Ясно. Ясно, Гакун отступился, но не казался таким уж убеждённым. Но также были вопросы, которые от Пир могли передаваться так идеально. Через... Чистые слова. В конце концов, отвержение этих правил означало смерть. Если бы были какие-то пробелы в том, что нам сказали, те, кто никогда бы не услышали в этих правилах или не участвовали в Перу, не имели бы понятия. Судя по тому, что я знал, то Кумисаня упоминала только что три важных правила. Волки также не могут убить больше, чем одного человека. Вроде она только что сказала. Есть полка всех, что его волков, они не могли выбрать... А, ну это то, что сейчас я выбил из неё Ясу, да? Есть полка всех, что его волков, они могут выбрать другие жертвы на ночь. Ну и то, что в стражах были написаны кровью, их нельзя показывать никому. Окей. Первые два были указаны с ногой Куну, но последняя вещь, которая слышит Канзасана, мне ещё не было упомянуто. Я не был слишком уверен в этом методе передачи правил. Если это был способ, как они передавались на протяжении долгой истории пира, мне казалось, что важная информация была бы как-то ослаблена в стороне, что привело бы к тому, что все бы давным-давно умерли через ненамеренное нарушение правил. Это был кончат традиции и факт, что это не случилось означало, что должно быть есть другой способ передачи информации. Сейчас они не упомянули ничего о том, как развались стражи, исключение этой части и о том, как они раскрыты через кровь, казалось особенно рискованной. Особо возможно, что кто-то мог проспать, кто-то мог пойти и увидеть его, чтобы без своего понимания, или как-то неудача повернуться и стереть его. Так-то порвало было бы. А враги, кто-то войдёт и смывает тебе стража. Ты думаешь, блин, почему ты такой мокрый? Ну, если не говорили, чтобы катастрофесса, кровь, которая легко не исчезала... Ну, в данном случае, я и не знал, что и думать. Была также возможность, что ты мог ходить с тех, социальных животин, и не понимать, что он был там. Потребов, что Канзасан указал мне на это, чтобы я вернулся и проверил. Я бы хотел узнать больше об этом, но это было то же самое, что сказать его кашлям был страж. Неудобненько. Ну, мне казалось, будто не было время об этом думать. Достаточно этого. Мы пьём сушую коргу и убиваем кого убить, верно? И как, блядь, нам это делать, а? Разумный вопрос. Иссора, правда, ты означаешь, некоторые из нас уже мертвы и заподменены, верно? О, нет. Чёрт звали, это правда. Так у Канзасана не было терпения к подобным сувериям. Ну, сейновидеренский глав. Они хотят, чтобы некоторые из нас были убиты в тумане, чтобы ухудшить наш настрой. Ура! А потом они такие! В разе с погнившими мозгами, которые отсутствуют времён. Идите, а так будто ты можешь это отрицать. Но... Что может удерживать человека таким образом? Я не знаю. Это не имеет значения, это куми. Волки бьют на всех, если мы будем все это ничего не делать. Мы должны повешать их на перу. Другого пути нет. Старик. Скажи, это сейчас было всё равно, что признать. Блин, кстати, я уверен, что будет контур-скрытие. Кто-то против нас обязательно вскроется над змеем. Чтобы добавить нам, так сказать, проблемы. Учитывая, что мы... И это нарекает ли нас большую проблему. Я смеюсь, что Харлаки вскроются на первый день. Вот. Я думаю, что я не знаю, что доверять больше какому-то другому змею. Ну, посмотрим. Говорит, и сейчас было, по сути, признанием, что он был на перу и раньше. Однако строгость... Свою строгостью было тяжело кому-либо на это указать. Испытать первый или два раньше Санди было преимуществом в данной ситуации. В конце концов, все бы хотели иметь пользу от его знаний и опыта. Чё, опять деда проверяем? Кан-чан, как нам решить его повесить? Им вопросами о Маки-сан в связи взглянуться на лицо Канза-сана. Можем его понять, насколько сильно они ему доверяли. Старик. Ходжи-чан. Эй, ты там. Усаиши, верно? М? Я? Да? Да? Ты можешь умереть. Ну, спасибо за предложение, но я отказываюсь. Что? Мой разумственно на давине и не мог найти, как ответить. Уэй, Матсу. Нарей мы еще. Макишима-сама. Просто сделай это. Тарик-сан, больше спорти, смири сам мне чашку Исака. Ам, ты не должен пить. Я хорошо, я выпью. Я взял чашку и наполнил ее. Что ты имеешь в виду? Я выпил все до дна. А затем взглянул на лицо всех. Они опустили свои взгляды или отвернулись. Взрослые, дети, старики, даже чаеви. Никто, кроме Канзашин, смотрел мне в глаза. Я мог видеть, как оно было. Кто-то должен умереть. Мы должны решить, кто. Волки выиграют, если мы этого не сделаем. Мы не можем тратить день. Но не откроется, если не несет волком. Но так естественно, никто не говорит даже ничего. Мы узнаем больше, если кто-то умрет. Теперь я понимал. Он хотел начать с того, чтобы раскрыть ворону. Моя смерть и дерево будет шанс ему показать себя. И буду знать наверняка, был ли человеком или волком. К сожалению, был ли мы человеком или волком. Информация абсолютно бесполезная в текущей ситуации. Потому что... Информации ноль. Я сам правда знал, как работал пир. Понимал, что победа зависела от этих стражей. Как я был новичком, здесь не мной было легко пожертвовать. Это сохранит единство группы и ментальное здоровье. Я мог понять, что они... Ну, перетерпят то, что меня повесят. Однако, я не мог сказать это так. Моейнейшей целью было выжить и сбежать. Некрешно, что не был змей. Моя смерть стала бы реальной проблемой для людей. Однако, ты пришел сюда умереть, разве нет? Умри для нас, ладно? Блин, как же дед доминирует жестко. Я даже не знаю, как это контраргументировать. Он реально словит наши лжи. Какой замечательный сценарий. Если я сказал, что я не хотел больше умереть, наверное, бы не подозревали меня. Но и о своей пользы этого не было бы в долгом забеге. Если они делали меня жалким, потеря популярность, и мой слой начал бы значить меньше. Посиление было в опасности. И Канзушин пытался отзываться к которой-то ситуации. И все были не против этого. А если мне слой начали быть значим меньше для них, я бы потерял преимущество за ситуацию, где я, как чужак, мог быть легко убит. Ну, если наш слой будет весить мало с другой стороны, то и волкам до нас большое дело как будто не должно быть. А если я вам было выразить, что я был человек, который должен умереть, Ну, как-то, ну, как-то, так знаете, со стороны зайти Или давайте журналистку под колеса, короче, бросим Однако голоса не выглядит опасно, и более вероятно, что не будет видеть меня как волка Ну, или еще Но, пожалуйста, сделай это Ну, так, еще и причина, почему он напаил у меня было Ну, чтобы я пьянел, и еще меньше сопротивлялась к повешению Толку сопротивляться, если все по его указке за меня проголосуют Чтоб отбивалось и меньше Хорошо продумано Я не мог напиться от этого Но есть ситуация У меня не было выбора, кроме как возмужать Подождите Подожди, что ты раньше сказать? Сак Мамия перебил меня, это было не так плохо, потому что заткнулся и позволил говорить Вы просто молчайте и слушайте вас всех Если на самом деле не против этого, если так, я не могу подыгрывать Мамия-сан Ну, придется вас повешать, все можете подыгрывать Ты тоже, что-то странно Шины лопнули Я извиняюсь В следующий день мы оказали личную что-то подобное Сначала я думал, что это был слишком стармондаш для с людьми Теперь, на самом деле, верю, что это традиция, где похищать и убивать чужаков Это не так Варшида Хайсана изменилась, когда он ее перебил Я понимаю смысла их слов, но это случайность Все здесь переживают за тебя Ну, потому что вы сказали Фусейши Куна, я буду следующий, кто умрет, разве нет? Нет, не будешь Единственное, кто говорит, это старикан за такоми Блин, что за бунт начался от молотника Слушай, это не способ подходить к этому Надо чтобы говорить о том, кто подозритель остальных Никто не подозрительный, мы все пахнем одинаково Блин, что еще за волчий словарь начался Блин, дед точно волком окажется, сто процентов Блин, я знаю, там по лицу в мафии играет А этот вообще по запаху А кто по запаху хорошо определит правильно Волчары Все, а дед уходит отсюда Но мы никогда деда не снимли Мне кажется, что только проверка в лоб можно снять И то не факт Блин, проблематичненько Разговоры не помогут Разговоры вообще могут помочь Блин, ну вот ноль смысл кого-то вешать Вот единственная польза Мы случайно на кого-то попадем И шерифа будет меньше круг проверок Это единственная польза Но по факту проверка ворон Знание инфа от вороны, короче, она ничего не дает Без четкого понимания Кто, за кого и так далее Так, если канзовол, то маме мирным Должна быть, потому что Она могла ничего не высказывать И Токуми тоже, по идее, не с дедом От нас всех несет, даже от меня Трудно с таким чутким носом Почему? Это не имеет значения на перу Старый, но все жесткий мужчина Встал и громко заговорил Среди нас есть монстры Они выглядят сейчас так, но они убьют нас по ночам Это пирочистки Йоми Тебе не поведите, Моцэми Монстры Что, старый отрасль тебя одолел, а? Мишцугу, пожалуйста, прекрати Ты веришь в монстров Каргайя? Нет Я сейчас брали моспарнем Который вогнал Гвозди в шины этой женщины Кто-то подожжих туда Не было шагой строки недавно, верно? Люди здесь едва лезть деньги на гвозди Должны быть нарочно Ты говоришь, что ответственная глава деревни? Как же еще? Они хотят идти, коллективы и умирают Поэтому не втянули чужаков это Хм, кажется, вероятно Нелепая Но их слишком заняты для этого И нет, если бы отправлен на Хигучи Так, огвозить не удавал Так, это было плохо Он говорил тебе что-нибудь Кумисан и Шсукун, даже Мамисан уставились на меня Ну, Усаиши Теперь они думали, что он мог быть подослан всегда главой деревни Как их агент Это была правда хорошая затея Особенно учитывая, что я был на самом деле тем, кто лопнул эти шины Прекратите, не куда-то слушать Это все просто в ряд положения Что, если вы ошибаетесь? Не говорите мне, что если хорошо, потому что гора просит нас или еще что-то Мне не дело до прощения Мы повесим волков и защитим Месу Мизу Ну, в прошлый раз не хотим повесить, но я не знаю Да, но я еще не подозрителен Никто не будет просить о Фусе Никто не будет просить о Фусе И еще больше Я не планирую вешать причиняю вред журналистке Это почему? Но ничего не поменяется, никто не умрет Я не буду правильно спать, если я повес женщину или ребенка Блин, он тоже феминист, что ли, я не понимаю Или наоборот, он же самый жесткий сексист Так, а если... Я правильно понимаю, что если волки-то женщины и дети То все, они автоматически победили Тогда дед никогда не умрет Будет вешать мужичар друг за другом Молодец, дед А че, в прошлый раз у них только мужчины были волками или что? Кстати, не удивлюсь, если тот че, в доме, в котором мы живем, тоже на пире был там повешен Или еще что-то в том духе Это все, о чем я прошу Тогда повешай меня вместо этого Блин, я знал, что Чиеми оказывается не женщина Но это было неожиданно Все уставились на Чиеми с строгим вырождением лица Ясу Мизу вот-вот не стреляю бьетного соседа Так и должно быть Если так, тогда я ненавижу это Если нужно, наверное, долбей меня Считайте искупление за те проблемы, которые причинила Чи, Ини, что ты говоришь? Ясукун, только что сделаю, подумал о том Кто из нас себе предпочел, чтобы умер Когда Канзо Дэжичан выбрался или Карлакисан На мгновение, на самом деле, подумал, что это казалось нормой И не могу простить Эту часть меня, которая создала Ясу Мизу Если нужен кто-то, кто должен умереть Тогда убей меня, Канзо Дэжичан Чи, не прекрати это Да, имей в виду Есть и другие люди, которые могут занять его место Мне кажется, Парфир в этот момент должен напрячься Или кто? Он не ответил Лицо был совершенно пустым Нет, он оказался даже немного задачным Да, как говорится, Резава сама Если мы ищем смертной смерти От гостя Мы не можем винить Мамию Саму Что она подозревает нас Да ты и сделай это Ты, бля, голоси не в любом случае Я не против Что ты говоришь? Она последний заимацу Защитников снов Как ты можешь даже предлагать это? Заткнись, ты Тощая хуево Это правда Что нет стража Я буду просто тебе мешаться Блин, а скоро Что нет стража Это очень плохо Нельзя говорить, что нет стража Но Я переживаю За эту девочку Все же саплячка Что-то молитвей жизни Еши Цуга Заткнись уже И ты прекрати Разыграй хорошего парня Ты их видишь, что мама Ты не имеешь никакого отношения Куематсу-сан Прекрати, что причем Брали мы маме Я уже был на пределе Хотя диакан-сан Было разумно И было возможно Что и он был Что и он на него тоже влел Антагонизм Главом деревни Если они бы Сходили Основываясь На этом Или еще Какого-либо рода ненависть И все бы стали Просто более эмоциональными Или снились волками У которых Не было никаких Никаких Ну Никаких Несвязей Несвязей Я хорошо это знал Почему они Позволили Сперва Повернуться так И что И позволили Чтобы вы тяжело Сильно контролировали Внешние факторы Был так же факт Что не собирался Просто принять смерть Тогда Могли я тогда Позволить добровольцам Умереть вместо этого Мне не нравилась Эта идея Прошу прощения Я мартышка Самое критично А роль-то у вас какая Я, возможно, Не дооценил Перзачи с Киоми Я не мог Вообще его контролировать Было слишком много Вольт сталкивающихся Слишком большого количества людей Вот поэтому Нам послушать деда И немножечко Подрезать Количество участников Удивен с вами Ясунаге Куна Я замолчал И Кинул Невзгляд Ясунага Ты Он старший мартышка Мне это вовсе не нравится Гора, конечно, народ Загачиваю образом Мама Мама Ты серьезно? Да, Юши Цуга Канзэ Сан Я полагаю, что мы должны Уничтожить его Я верю, что мы должны Уничтожить волков Если вы сиклот Осталось Что случилось За пределами пира У нас будут Большие проблемы В будущем Я все еще Другие вещи Которые божьи сделать Ну, блин Я снага мартышка Я так был уверен Что он мирный По его поведению В начале Я мартышка А то я хочу Что другая мартышка Показала себя Подожди, я Соклон Срочно Слишком дорогоседой Чтобы раскрывать так Да, блин Мартышкам реально Лучше вскрыться Чтобы их шериф Случайно не проверил На самом деле Ну, то есть Сама по себе Проверка мартышки Не то, чтобы она Какая-то фатальная Или критическая ошибка Все равно Тут там может быть польза Ты знаешь мирный цвет Который точно знает Другой мирный цвет И скрывая Этот точно красный цвет Может определять Например Подозрительных Участников Которые играют Твою вторую мартышку Которая еще не вскрылась Это из полезного Что может быть Но Не знаю И такой, и такой Подход валидный В принципе Ну, вот просто Это, скорее всего Та роль Которая не будет Контерскрытия Очень маловероятно Потому что Как я уже говорил Просто вешаются Четыре мартышки По очереди И осталось найти Одного волка У шерифа Много времени на это Если его не убьют Вот Нет, это Эба Мартышки Единственные Тут уже раскрыты Ты понимаешь Харм Чан Прости Не совсем Эти мартышки Никак нет Особых сил Не просто мартышки Ну, а сейчас Небольшая гроза Для волков Марсырис Убивает Убирая Дух подозреваемых Если что, легче Нейти волков Да, они просто люди По-то небезопасности Ну, да С одной стороны Мало смысла Атаковать мартышку Ты уберешь Точный мирный цвет Конечно И особо Никакой новой информации Не прибавится Если ты бьешь Сторону Тогда Ты дашь понять Что этот игрок Был мирным Вот Ну, лучше Как будто Искать людей С опасными ролями Которые Тим будут помешать Это змея Паука Возможно Даже вороны Теперь, пожалуйста Покажи себя Это была ловушка Мартышки знали Другая мартышка Ему нужно было Простить их называть себя Он был просто указать На нее Он также указал Что быть мартышкой Зачал, что будешь Неподозреваемый Ну, блин Что, реально Какой-то творче К мартышкой скроется Но это невозможно Никто не может быть так глуп Все строили ловушку Любых волков Которые не сильно Понимали ситуацию Если волк Путался Среди мартышкой Среди мартышкой Вы указали на это Из-за чего Фальшивка была бы повешена Даже не сработало Как он сказал Среди мартышки Было хорошим способом Извести дух подозреваемых Сейчас окажется Что он сам не мартышка С другой стороны Тоже интересный мув Все, кто знали Которые мартышки Понимали это Но, учитывая Сетиса Было мало вероятно Что волк на это купится Это была простая Коррективная идея Без рисков Хотя, когда он срывался Мартышка Он был подтвержден Человеком Это слим Чувствую больше Облегчения Чем кого-либо еще Это означало Что он То такого была Безупречная победа Как у волка В следе петли Не будет врагом На этот раз Я уже знал Что назначение Страж Было совершенно иным Чем в прошлый раз Но это была Слющая приятная мысль А Катаде Быстро перевернулась Ясу 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 Слишком-то Не задавайся Задавайся Мартышки Будут раскрыть себя Сколько из вас Согласятся с этим Если подняли их руки Были чекомочкой Машиды Киноски Насад Чеми Стери Запах И Сакамами Харума Кишима Который был Довольно робкой В этом Пять человек Все-таки Видимо Хотят прятать цвета Ясу Отличаясь На конкур Было шесть человек Меньше Сто Среди Пятнадцати Тут Сильный жест Когда никто ничего Не понимает С ним болтать Слезть Обыглядеть Правильно Это то Что делают Волки Все внезапно Кусались На снога Куна Блин Ребята Вы не можете Повыть единственное Скрытие За мартышку Пока что Пока не будет Контрскрытие Это невозможно Подожди Ты говоришь Я снога Волк Он не ошибается Ты не можешь Предстрелиться Молы Иртышкой Он не волк Он то Что он говорит Не можешь Предстрелиться Молы Если захотите Ну блин Нужна пара Ну иначе Но не действуй Не говоря всем Не говоря всем Как свои дела Остальные Не так умны Как ты Забавно Мне объяснить Это еще раз Угу Ну что если ты разыгрыш Мартышку Долго не продержишь Та что Пошу разу Не делать Угуны Получай веревку Ясно Теперь понимаю Если кто из вас Сосед что-то не понимает В этот раз Никто не поднял руки Мы можем выбрать Старика И маленькую девочку И не верно Что они понимают Нет Канзо Сан Отверг к предложению Так никто и не поддержал Но быстро задавать И весь класс Был очень разумный Ир однако Не был разумен Даже некоторые люди Не понимали собственные роли Волоки должны были умереть Если бы больше людей не было Таков был пир Зачистки Йоми Если бы не были стражи И все могло быть потрачено Если бы не были волками Их нужно было убить Я бы уверен Что люди снимутся По крайней мере Были уверены Что так Будут проходить Дела Все это понимают Что теперь Ясно Другая мартышка Пожалуйста Назови себя Никто ничего не сказал Что означало Что Похоже Другая мартышка Ничего не понимает Это был естественный вывод Однако Нет Что ты еще не говорила Что ты еще не говоришь Канзо-сан Блин Что? Старик Ты мартышка? Угу Правда? Какое облегчение Канчан человек Как многообещающе Лень что-то Канчан просто Меня Уже Сильно Загрил Может Как раз Вась мартышки Дает ему возможность Так просто Раскидываться Тем Кого повесить И уже был готов Записывать его В волки Даже не карандашом Мне казалось Чуть Чуть Лист Облегчение Может Понятно Поехали С долгами Шепотом Это было Правда Что было Хорошо Что Не был Волком А может Он байтит Его Если он Был Продолжал Был Возгляд Так Фестиваль Мог Наверное Убить Всех Даже Легче Ясанаги Куна Почему Он не назывался Однако Несет Он был Идеальным Ясанага Кун Заставил Канзасана Вскрыть Его Страж В противоволе Наверное Таким Морцам Пыталась Взять Лидерство Один Из них Знал Как Использовать Силу Страж Другой Нет Расскрытие Этого Заставило Ясанага Кун Казаться Надежней Однако Ясанага 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 Следи за тем Что ты делаешь Первый Шасанаги Куна Прилетел Не могло Больше Сверх Сусочник Констант Использовался Против него У него были Задки Лидера Я ругаю Ясанага Он зову Поспешность Он делал Ясно Какая Тут Была Иерархия Блин Что за Мелкие Дрязги Начались Блин Ты То Ты Не То Вот Зачем Он Разжигает Какой-то Конфликт Между Мир Я не Понимаю В результате Контроль Констант Использовался Стало Даже Сильнее Чем Раньше Это Значало Что План Санаги Куну Помочь Мне Был Отменен Я Часалась Тоже Опас Что И Сказали Мне Что Старож Валяется На Животе Все Астальные Знают Это Постарай На Реакции Всех Неврос Взяли Большой Шум Я Забыла Сказать Это Говорится Шнедки Стражи Появляются На Впервые Слышал Об этом Оказалось Что Мамия Сан Имеет Стражи Но Просто Не Знает Этого Кстати Говоря Можем Престанить Пир Мы Не Уйдем Пока Мы Не Решим Кого Повесить Ясно Значит Мамия Сан Прест Проверить Если Не Стражи До Завтрашнего Пира Может Псать Живых До Этого Момента Так Если Не Был Страш Не У меня Повесить Но Если Не Было То Могли Поэтому Зав Мне Этот Вопрос С ним Утром Так Да Знал Этот Вопрос И Так Я Хочу Заключить Снение Стражи Вы Решили Повесить Меня Верно Но Удивление Канзо Сан Ухмыльнулся Ой Я Хороший Гава Язык Как Я Вижу А Заж Чан Ты Видишь Слишком Жестоко Сухожач Мечан Понял свою позицию И знал Что так Это произойдет Будучи Эками Не планировал Каче Выжить Но Я Хочу Просто Еще Один День Я Использовал Чтобы Редумать Способ Помочь Людям Выиграть И Найти Белезную Информацию Я Презентую Вам Завтра Если Не Подойдет Тогда Вы Можете Повесить Меня Я Не Понял Что Я Был Страж Или Какую Информацию Я Важно Выразить Самопожертвенный Дух В этой Ситуации Харлаки Сан Фил Был Таким Как Когда Чем Сделал Это Здесь Соглашали Что Он Должен Умереть Ради Других Но Это Была Ситуация Где Жизнь Все Были В опасности И Был Я Принимаю Свою Позицию Все Могли Понять Что Это Было Не То Что Сделать Волк На самом деле Волк Реально Можно Попросить Ладно Вешайте Меня Готов Умереть За Всех Ну Как Ты Уже Не Хочешь Вешать Такого Человека То Что Ну Вряд Л Он Волк Поэтому Хорошая Антилогика Тут Получается Волки Сверх Прятаться Среди Молчиливых А не Тех Кто Говорил Другим Бить Себе Мне Кажется Деда Повесит Все Таки В конце Дня Второго Деду Немощного Если Все Согласны Словами Те Коему Повесим Должны Быть Кто Кроме Мордышек Канзачана И меня Фусейши Сана Или Мами Сана Ну Осталось 11 человек На выбор Мы тут Еще Пару Четов Можем Просидеть Но Никто Не Возражал Когда Сдел Это Да Завтра Меня Ожидал Настоящий Ад На Перу Однако День Который Выигрыв Тебе 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 Не Нравится Ты Тебе Тебе Убери Йоши Тебе Кун Немного Пожаловался Затем Замолучал Умер Понимал Смысл Слов Так У меня Есть Продолжение Скажи Йонасато Это Нечто На Смире Видел А Вы Согласны Согласны Какой Миничан Я понимаю Что ты Чувствуешь Но Но Правда Мы можем Убить Голосом Большинства Миничан Что Думаешь Я Согласен С С Ты Тоже Это Подойдет Все Были Потрясены Что Они Приняли Предложение Кино С Киши Пойматься Есть На чем Писать Я Уверен Что У нас Есть Но С Все Согласились На Это Они Уже Понимали Что Так Это Должно Просто Работать Короче Дедов Расход Было Место Для Хранилища Губ Жил В глубинах Зала Наверное Там И Хранились Саке И Чашка Да Очень Там Был Какой-то Чемоданчик Где Была Свежая Бумага Приказ Конца Нарикаса Начал Записывать То Что Должна Была Нарикаса Ведет Фусиши Кун Да Не Приказ Саке И Инструмент для письма Это означает Что ты знал Что может учиться Так Да Бумага Не кажется До третий Телетия И вода Не прогнила Раз Не значит Что это было Подстроено Людьми Это Знание Святилища Ликогорода Шинай Два раза в год Во время Горных фестивалей Четверо Глав Семьи Пайфу Зиоси Презентуют Различные Подношения Божественное Саке Инструмент для письма Веревки Косы Серпы Мне сказали Что эти вещи Хранили здесь Долгое время Теперь понятно Откуда Такая роскошная Выпивка Это означает Что они были Не только для этого раза Но глава Семьи Все еще знали Что они Будут использованы Верно И я Ничего не знаю Об этом Я была замужем За семью Хигучей почти год Но никогда Не слышал об этом Никогда не вспоминал Этого верно Так вот Как оно было Я была тоже ситуация Какой-то временной Когда я не слышал Ничего об этом Я бы рассказал О тебе Всех людей Никто бы не с тебя Поделиться С своими секретами С тобой Не хочу сочетать Тебя, дядя Очень сложно Я так же Не знала Что вещи Тут использованы Может быть Это может что-то Что за это Только мигурума Или возможно Только немногие Избранные Деревенские главы Ты лгуще сука Ты головой мацо Йоши Она пишет Что? Хочешь подраться Старый пердун? Йоши Охлади свой пыл Ты тоже такой мини Чего-то херня Старый к нему Слышишь Не понимая его Там имеет смысл Это означает Что голову Просто предавлялись Добричитами И Жертвовали Вечи Зная Что случится с нами И мацо Ты вернешь Еще не знаешь Ты можешь бы рассказать Это Тогда всем будет Смысл Я Я И все лишь Было чувство Что бог Скоро поднимется Вновь Внезапно Громкие звуки Они были Прочтены Чеми Харучан Не может быть Но Нет Я правда Бог Блин А докладная реакция Кстати Раньше Такого мы Не замечали Что Хару Внезапная вспышка Происшествовала Чересчур Что я подстела за ней Хару Макишима Незапно начала Смеяться Слух Лицо Кажется Шипа Бледнела Прямо перед тем Как он побежал К ней Все остальные Просто потрясенно Пялись Хару Снова Раз И не исцелилась Харучан Держись С дороги Чикамоши Дерьмо Насато Ты знаешь что-нибудь Видишь Раз уж не сказал Тебе до этого Что метательные болезни Излечить в удобном месте Я Не трогай бы Вдучку Угрожающий Талкивающих всех прочь Канзасан Крепко обнял Харучан Хару Успокойся Я здесь Я понятия Не уши Происходило Богу Своего рода Ключом Ключим Словом Не знаю почему Масли Рассел Это имело Огромный эффект На Чиэме И этот рот На Харучан Тоже Что ты слышал На самом деле Случалось Раньше Отличалось Ли это Атакай Самый Отличалось Ли это Атаками Самый Шинас Самый Волк Волк И с одной Дополнения К волку Оками Также могло Означать Великий бог Более-то значимо Волк идет Не сейчас Старикам Токуми-сан Без жестокости Токуми-сан Уходил Уходил из-под контроля Может Без голосования Сегодня Токуми-сан Странно Я мог понять Страх Перед монстрами И проклятиями Тоже Раз Что пошла Речь Но У них Так же Было Безумие Которое У них Так же Было Безумие Что Вешать Своих Матерей И принимать Быть Повешенными Теми Кто Их Любит Это Было Что-то Прямо Из-за Да Сколько Шарст Неразли Такие Вещи Веретим Как Я пойму Это Все Я Закончил Писать Скоро Вернемся К этому Кульминация Приближалась Рейка-сан Записал Список Почкер был красивым И порядок был правильным Ну а хотим какую-то птицу Или шкаф вроде Что он голосовать с конца Ой, Мац Ты записываешь Кто голосует за кого Чем Снага проверяет Идет ли он правильно Хорошо Снаги тяжело Отводит оттуда Блин Это надо ему сильно Вытянуть шею На пару метров Мы не будем голосовать За нами Самый Фусс И лишь сам Верно Если У нас Дима Крайз Так Хочешь Что вы голосуешь Это то, что Делал я Но вы решаете Саби Очень справедливо Как мне Ну даже думаешь Нож не сказали И решить Согласны ли мы сами Это демократия Велком Ту Америка Дядя Теперь целуешь Затницу Деду Лихаручан Я раз и говорю Что я думаю Что считаю Правдой Начнем Как ты ведешься Когда ты собираешься Брать кого убить Волки должны Повиснуть Быть повешены И правильно Это реальное преступление Сака сам Была очень нормальной Мне это нравилось Она как и не думала Что поможет ей Долго выживать Ого ты убираешь Старый пердун Не поняли Если не понимали Ситуацию Он указал на кого-то Конкретно на меня Ха Ты волк? Не попадание Старичок Ну в прошлый раз Он голосовал С чьими Это тоже бы у него Что-то у него Не очень с голосованием Получается Рикасан Один голос за него Да Это правда неправильно Это правда неправильно В общем голос Их имеет одну ценность Лена реально Будет так взвесить Всех там скажем Канза там Одну целую Три десятых Мейка там Четыре десятых Парвири вообще Ну ладно Одну сотую Блин Чтоб таймбрейком был Если не понимаешь Это надо заценить Что я не понимаю Скажи мне Мейка Все должны иметь Одну одинаковую силу Голосовая Не имею ввиду Если был бы способ Убрать ее То волк Могли бы тоже Что использовать Если вы можете Использовать Такие какие-то Аргументы Что рассчитал голос Тогда было бы Это было бы Еще одно Сложение Использовать это Это наверное Сраватый Был против вас тоже В конце концов У нас наверное Есть число людей Которые думают Что чужаки Не должны голосовать Чем я проворщала Пока остальные Похмурились И так далее Я знаю Справедливо для вас Потому что Если я из-за всего этого Мы не можем избежать Подвержения наших жизнеопасности Не хотите выжить Конечно Но это поведение волка Да не знаю Нормальное поведение Мне кажется Человек не должен Брать то Не должен быть Брать то Чтобы быть повешенным И столько Тенец стража Я проверю сразу Как это окончится Хорошо Дальше Ой молодцы Голосуют за тебя Блин Не убирайте Вайфу Так Такой был выбор У тебя Есть причина для этого На самом деле Нет Так Голосование внимательным Надо быть В хороший раз Голосование нам Помогло Довольно легко Найти двух волков Не так странно Не так странно Верно Кажется Что все подозрительные Так же вершины Нужно пожертвовать кем-то Если не может выразить Кусы Иши Сан Или Мамию Сан То те Квои лично повешать Это Уима Сан Или ты вынос Ато Сан Вы все такие Я понимаю Я принимаю голос Ну блин Баа Чанто Следующая Если не понимает А если Канчанник Голоса за чужаков Тогда я делаю То же самое Блин Монтаж Врики Может закинуть голос И Канчанник Не волки Верно Лишь Что бабка Не сильно вникает В происходящее Опять на карася Приселом Это можно верить Когда я проголосую За Йоши Куна Блин Это все из-за У меня волосы Крашеные Да Такое невоззрительное Весу Мизу Трогостровители Карашенных волков А ты Долбаная карга Это почему Ты такой жестокий Не слушаешь Свою мать Тое поведение Это что есть причина Почему пришла порча Это причина Я понимаю Так ты волк Который просто хочу убедить Тех, кто тебе не нравится Я следующий Я голосую за Мейка Мурасама Она пришла к нам В самое неудобное время Мы ничего не знаем Мне Это слишком подозрительно Но она такая маленькая Ну значит Меньше веревки уйдет Я знаю На что мы должны делать Если на самом деле волк Казалось будто Я сам бустен Суспиро взгляда Но Просто же узнали Я не верю монстров Но откуда мы знаем Возможно Что мы правда умрем Если не следить правилам Не переживай Если идти до этого Я повешу ее один Ужас Куку Это сразу Белого урона Пад сотен Тысяч Это все что я скажу Куори-сан Это следующее Ясунага Могу отказаться голосовать? Ты не должна Ты не способствовать Леди-хиппорост с волками Леди которые не голосуют Могут считаться Молчливыми Поддерживающими Молчливыми Помощниками волков Тогда да За кого ты проголосуешь? Могу говорить На моей очереди Если хочешь Я планирую голосовать За Насато-сана Вот это подвох Что? Никто не подозрительный Я согласен В конце-сана в этом И так возможно Что глава деревни Что-то знает Заслуживаешь Наших подозрений Насато-сан Масато-сан Может быть Такой же в том плане Но она переехала 83 года назад Какая-то переехала Только недавно Зачья причина Считает Что можно знать Об этом Это все Правда Ничего личного Понятно Так ненависть Ясунгизу Каньфу Диоси Настолько глубока Мы уже не стоят Не могу понять Свои взгляды Тогда я тоже Проголосую за него Легчайшая Покупка голоса Мне нравится Что она просто Подсасывается К чужому мнению Это не особо По-мирному Я так и думал Я полагаю Понимаете рва в 7 до определенной степени Вы же не будете Раты дня Помните об этом Очередь Я Я голосую Зновоприбывшего Серьезно Дядя Ты точно больше не целуешь Задницу старика Никогда ничего не целует Я просто говорю Что он пытается Что он пытается Выскользнуть и выжить И пытается лгать в процессе И больше уверен Но учитывая Диоса за речек Здесь это тот Укломиешь Всего причин Хотеть выжить Все хотят выжить Черт побери Ты что-то лучше Человек Который будет здесь Всего день Кажется немного Жестоким Говори что хочешь А это все от меня Сейчас для меня Усал будет смысл Я уже назвал свой голос Мочи это следующий Я не знаю Сто голоса уже ушло Один за дядю Чика Бочи Ты тоже Имей ввиду Ухошенные голосования Между тобой Ричан Ричан Девушка Бэ Ты подумаешь Я позволю тебе Убереть Офигомочи сама Или это не феминист Округа Что делать-то Я не знаю Что против защиты Рикакасан Но это совсем Другой вопрос В любом случае Время Время для того Кто наиболее верит Прогласил за дядю Йоши Один за уиматься Я раз думаю Что на подозритель И кого-то Точего тупиться Хотя голоса Дерли коргу Здесь на поле Более важно На самом деле Убить кого-то Ты делал то же самое Чини Я голосу за тебя Йошикун Я немножко голосование Потерял Три голоса За Носато Два голоса За Йоши Два голоса За Рикака Один голос За Мэйка Два голоса За меня Блин Вот даже я В голосовании А? Подожди Почему? А? Йошикун Если ты правда Не волк Тоже перестать Ссориться с людьми Это гарантия Что волки Все леками Фудзиоси Ли старшие Знаешь И мне доказали Что это сам Не волк Я на 5 Киошу Игра первым Я делюсь Носато Первым Повесить Он много Времени провел В игре В прошлый раз Надо дать Путь Новичкам Я практически Полностью Против Все что Говорит Носато Сан Я согласна С этим Я надеюсь Это не ты Но возможно Могу Облодарить Тебя Немножечко Это прекратить Блин Повешение Точно С этого Прекратить Правда Минскор Я боюсь Может быть Это серьезно Я же согласен Успокойся Все пожалуйста Я умоляю вас Не переживай Я же не умрет Так легко Следующая Корочан Этот парень Вон там Она оказала На меня Блин Ну Какой просто Ну я же Попросил Дать мне День Ну наверное Блин Я что то Интересное Скажу Все таки Вот по факту Мы сами с вами Подскрылись То есть Мы дали понять Что возможно У нас есть Какой то Страж Или мы обладаем Какой то еще Информацией Вот Ну или по крайней мере Мы вообще Сказали больше Чем все остальные Мы хотя бы Что то сказали Что мы что то Сделаем Как будто Нет ни одного Резона Не давать нам День Чтобы посмотреть От этого Волги никуда Не убегут За один день Мы Не проиграем За мирный город Ну нет Блин Хочу голосовать Ну ладно Дев с него Что возьмешь Зачем Мне голос Кину Анасата Ну не вывините Я тоже не доверяешь Мне Отлично Сныч Типа голос Рокисама Ты следующая Рикако-сан За него Голосовать Я думаю Я голосую за себя Блин Супер окрасняющий Ход От Рикака Что Это позволено Старик Ничего нет Против этого Вера Таеба Я не слышал Это происходило Но это не запрещено Уже по три голоса За нас Анасата Переголосами С нами будет Рикако-сан Я знаю Что я сказал Но тебе не надо Так себя заставлять Нет Твой дух Сам по шверту Не тронул меня И стал меня понять Что сможет Моя роль здесь Собрать ненависть Их присутствующих Ненависть Это почти как порча Если не знаете Как голосовать Пожалуйста Голосуйте за меня Осталось три Ну осталось три голоса Мейка За Рикако-не проголосует Я наверное За Рикако-не проголосую Вообще По факту Я просто голосую с Мейкой Забираю любого Кого она проголосует Мне кажется Рикако-не может уйти Я бы за нее Вот смотрите Вот сейчас голосуем Мы между... Получается Ну все Я не буду голосовать Ёши докидывать Наверное Уже мало смысла По факту Между Носатой и Рикако У нас голосование На выживание уже По идее Носатой должен уходить Потому что Рикако Более Дружелюбно К нам относится Это в любом случае Поддержка для нас на Перу Нам нужна помощь Особенно На Шерифе Особенно если будет Какое-то контр-скрытие Против нас Вот если я от нее Будет контр-скрытие Это будет печальненько Поперас Пожалуйста Почтите Это 12 голосов Один голос за Мейка Кто еще Блин За старика Как-то все подзабили На этот раз Хорошо ему Однако Кто еще один голос Улетел и потерял А ну да Все правильно По три голоса Нас Один за Мейка Еще два голоса Наших сейчас Стоитут Ну не знаю Мне кажется Моя Мяса Не должна быть Настроена Сголосовать У нас уже некое Духовное единство Молы быть чужихи Поэтому Я думаю Я уже не уйду Отсюда Не более Ничан Харуаки Сан Ты следующий Киноский Шиш Сога Кундри Ка Сан И я Все Имели Три голоса Комейка Чан Был все Один Но Мейка Чан Тоже Я думаю Заголосовать Нет смысла Там никакого Абсолютно Вообще Оптималь Киноский Выходить Он Настроен Против Меня Поэтому Нам Такой Мирный Не Нужен В частности Люди Получить одно Количество Голосов Та связан Справа Голосочек Вести Одна Был Из Только Них Ну Ну Подозреваемые Которые Вышли В следующий Раунд Потеряются Право Голосовать Это было Что-то А вот Это Супер Странно На самом Дель Потому Что Голос Может Повлиять Особенно Если У нас Будет Четыре Кандидатуры Аж Если Так Это Работало Тогда Что Если Будет Полное Нечаянно Втором Голосовании Если Что Все Хотят Мы Никого Не Повесим Ну Это Было Интересно Они Вышли В финале Голосования Гранич Подозреваемых И дав Проголосать Только Остальным Если Было Несколько Краничных Групп То Получили Большинство Голосов Тоже Они Могли Проголосовать Снова Если Было Полное Идеальное Разделение Голосов Между Всеми Тогда Они Не Могли Были Снова Меньш Снернуться Назад Шагу Один За счет Было Невозможно Продолжить Голосование Это Была Довольно Деликатная Ситуация На самом деле Те Кто Более Были Кином Скиши Я Штубу Кондри Касан И Я Смейка За Нами Сел С Одним Голосом Вы Можете Подкинуть Мейка И Попилить Но Я Не Уверен Что Они Также Будут Голосовать При Обычном Мышлении Мог Был Заголос Один С Других Трех И Видится Что Я Выживу Тогда Я Умер Сразу Проблема Был Наша Рука Была Решающая По Сути Считалось Что Мы Убили Повесили Того Человека Докинув Последнюю Руку Вот В чем Проблема Это Бо Явно Не Прибал Очков Популярности Даже Если Выбирал Меня Не Умер Сразу Это Был Только Финальный Голос Только Финальный Голосований Который Опас По Себе Однако Я Не Чувствовал Буду Хочу Голосовать За Шит Суку Ку Ку Его Голоса Были Слон Наказание За Закинул Скишили Рико Касан Теперь Казалось Выбором Лучшим Голосов За Меня Наверное Претощил Был Меретница Чтобы Видеть Как Рико Сан Повесят Но Камбран Казалось Неволк Могу ли Правда Убить Только Глава Деревни Вроде Ненавистный Здесь Что Держ Делать Мамия Сан Что Спрашиваешь Честно Честно Чувствую Будто Сан Голосование Сейчас Рискон Потому Что Умнение Я Рыдачу Убийство Если Возможно Когда В Мейке Голосуем Она Тоже Это Увидела Она Заметила Маловероятное Зло Супротвратитель Ничего Каждого Это Боложьего Камса Знаешь Мне Есть Дело Это Япония У нас Есть Законы Я Стараюсь Доварить Такое Преступление Я Смотрю Тебя Как Хорошей Которым Являюсь Голоса Были Слишком Разумными Честно Чувствую Будто Часть Из вас Здесь Голосуют Чтобы За сайте Придем Кое Что Случилось И Ввиду Обычно Голоса Не Раскидались Так Равно Будет Смерть Такой Ситуацией Правда Решина С общего Согласия Да Я Душ Получу Ответ Нужно Продумать Это Большая Ситуация Поверь Что Было Было Путем Вперед Однако Действительно Еще Был Другой Вариант Сила Змея Если Не Использую Хотя Раз Не Было Смысл В том Что Она Был У меня Первый Расчер Должен Першить Этот День Однако Это Не Умрет Вариант Фин Голосов И Кандидатом Были Были Или Я Или Одна Из Глав Деревень Рей Касан Стал Бы Хорошим Местом Чтобы Позбрасывать Голоса Социал проголосался, я предложил, чтобы другие делали то же самое Она была ближе всех к смерти Что она сделала было по сути самоубийством У нее были специальные тенденции или что? Она казалась немного глуповатой в некоторых вещах Но не то чтобы совсем простой идиоткой Ты сомневаешься, голос из-за меня, не Мейка Блин, можно знать, что Мейка волк Но почему такой напор и почему тогда? О, да, я полагаю, я не могу 50-ки бить Рикка-Сан или Мейка Почему? Потому что у Мейка есть страж То оставил мне только один ответ Я голосую за Мейка Мое самоприказнение тоже означало, что у нас 5 или 10 тремя голосами Все мы начали бы финальные голосования, не центрированные вокруг них Было 15 человек В соответствии с правилами, которые висал Канзасан 5 кандидатов потеряются и голоса Поэтому голоса будет только 10 Ну и для меня это странно Потому что те, кто, по-моему, тоже имеет право проголосовать И повлиять своей рукой на голосование Для меня это странно Из-за этого получалась очень особенная ситуация Просто создать очень много играть ситуацию, где никто не умрет Мне кажется, что кто-то умрет В то время, как пришла моя очередь Было 4 человека с 3-ми голосами Если Мамия сам проголосовал за кого-то еще В финале голосования бы имело только 4 варианта И 11 голосующих Да, она могла подвыкинуть свою руку Тогда поделить уже не удалось Не отсутствует разделить их равна Но у кого-то было больше голосов И мы определенно бы имели повешение на руках Было бы нормально, если бы разделить казачьи на 2-3-3-3-4 в финале голосования Если предположить, что тот, кто получил 2 Вернул свой голос назад Ну, что это было вроде 1-3-4-4 И те, кто более 4 были проголосаны снова То было бы 13 или 10 голосующих В данном случае несчетное число Однако было 5 подозрений и 10 голосующих Если голоса разделятся поровну 2-2-2-2-2 Голосы будут отменены И никого не повесят сегодня Да, спасибо Что все так разложили нам под циферком Мамия сам поняла это тоже Поэтому она без сомнений проголосовала за Мейка Но у нас осталась другая проблема В конце концов, жертва была все равно что решена Можешь просто проголосовать за того же человека Дерьмо, Канза-Сан шел на это? Я все еще... Подождите, пусть они проголосуют снова Чем поняла, это начало действовать Да, конечно, и дальше я Рико сам, пожалуйста, покажи мне результаты Да, определенно Именно, он тоже это понял Да, в него, наверное, голосовало больше кандидатур Ну, в Мейк... Как там было там? Да, короче, прикол в том, что все, кто напопили В него никто не голосовал Поэтому у него все еще три голоса останется Поэтому он уйдет, если все так же проголосуют Вот Тогда, как против Рико, например, всего один голос остается Так, голосуешь в предыдущее голосование Так, ну вот они все сверху вниз, кстати, полезные таблички Нам явно не помешают Ну, видите, да, на Сато три голоса За всех остальных Мейка два Харуаки два И за Рико и Йоши вообще по одному Какой-то причине И чьем? Что-то неполноценный ок какой-то А чьеми выкинуть Тоже за Йоши голосовал вообще-то Да, у меня, чтобы Куна и Мейка было по два голоса Рико Сана Дики У нас кише все еще было бы в первенстве Трико Мея голосами Конечно, я бы ни киберлисты Если это поменялись Но Есть причин для этого? Конечно, есть Сейчас все равно для голосования Если мы не голосуем снова Чи Я голосовал, чтобы сравнивать цифры с самого начала Чьеми замолчал У нее не было оправданий Все равно для голосования было Отрезать меньшинство тех, за кого проголосовали И позволить большинству говорить Очень было не отсложно выбрать кого-то Когда голосовали разделены идеально И не было ни меньшинств, ни большинства Но, к сожалению, Сумизу Где подозреваемые теряли право голосовать Все было немного иначе Разворов право голосования Те уже было различие о голосах Поэтому не было необходимости голосовать снова Поскольку меньшинство Которое бы сделало Это не должно Не существовало Дети, которые могли сейчас голосовать Могли проголосовать за тех же людей Так почему бы им этого не сделать? Разве ли не можешь голосовать ради людей? Эти слова сильно прозвучали в ушах жителей Сумизы Люди должны были рискать своими жизнями ради людей На этой зеленой общество Считало вторальным поступком Голосование снова было грехом Кто бы настоял на совершении такого греха? Усун среди трех Кто голосовал за Киеновский на Сатоши? Кто из них поменял бы свое мнение Проголосовал бы за Рикакуи Мацу? На самом деле осталось только два способа Поменяет ли Мочи его решение или нет? Ну да Час не хуже, час и часто Это неинтересно Хорошо, я меня Нри-чан Чикабочи! Старик, остановись! Канзамо Кишин стал жалу кула, но Токуми-сан Подошел к ним кроссовремя, чтобы сныть его Просто кула Чикабочи Ты знаешь это Исуги-по, что Волхаби за этого Он предатель Я знаю, я знаю это Но ты тоже чувствуешь, верно? Ну же Все эти были мрачными и уставшими И они хотели окончить это Идти как можно скорее Прости Просто никто из нас не готов к этому Так, как ты Я готова Макан-чан Ничего не поделаешь Это закон, вешательствия с решением группы Я знаю Не репетите плакаться ко мне Если вы в этом пожалеете А чё он занёшь? Попробую переголосовать в кого-то Вообще, все слегка виновны Мне все, мы вот сейчас слушали Обвиняющихся в Акан за саны И на этом первый день пиро окончился Я на самом деле Сделав подгруппу, никого не убив Это было что-то Против чего Я был совершенно против В последний раз Ну, это было интересно На самом деле Интересно поанализировать голосование Ну, может, это и правда Голосовало чисто, чтобы поделить Но, возможно Всё-таки зато голосование Можно это понять, мне кажется Но в теории Дошло достаточно информативно Особенно первая половина Ну, а сейчас Не буду рассуживать Потому что серия и так Огроменная вышла Два часа почти так А скоро реально до пяти дотянем Всё, надеюсь, вам понравилось С вами был Вангард И до новых встреч Всем пока